Мы становимся киборгами. Наши мозги претерпевают фундаментальные изменения. Все, кто вырос на электронике, понимают, что мы в корне отличаемся от предыдущих поколений, от Homo sapiens. Я называю нас Homo techno. Я думаю, что мы эволюционировали в Homo techno, который, по сути, является новым видом. Предыдущие технологии, я имею в виду, возможно, были даже более глубокими, и в определенной степени продвинули нас вперед. Но я думаю, что компьютеры — это то, что делает нас Homo techno. Я думаю, что это то, что да. Это увеличение мозга. Таким образом, это позволяет реально эволюционировать. Компьютеры ускоряют степень, в которой все другие технологии также могут быть ускорены. Как бы вы отнесли себя к Homo sapiens или Homo techno? Это определенно Homo techno. Итак, вы, все вы, я думаю, что мы все, я думаю, что вы один из самых ранних представителей этого вида. Я думаю, что большинство из нас таковыми и являются. Ниже приводится беседа с Граймсом — художником, музыкантом, автором песен, продюсером, режиссером и увлекательным человеком, который много думает как об истории, так и о будущем человеческой цивилизации. Изучение мрачных периодов нашего прошлого помогает сформировать оптимистичный взгляд на наше будущее. Это подкаст Лекса Фридмана. Чтобы поддержать его, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими спонсорами в описании. А теперь, дорогие друзья, вот и драймс. О да, это облачный подъемник. Вот и все. Вот и все. Вы знаете свое дело. Вы когда-нибудь пользовались Клаудлифтер? Да, я действительно считаю, что Майкл Джексон использовал именно этот микрофон и Клаудлифтер. Нет, правда? Да, это похоже на триллер и все такое. Этот микрофон, этот микрофон. А как насчет Клаудлифтер? И это да, потрясающий микрофон. Да, он очень хорошо подходит для вокала. Я часто им пользуюсь. Он отлично подходит для демо-вокала. Он великолепен в помещении. Иногда бывает проще записать вокал, если ты просто находишься в комнате и играет музыка, и ты просто хочешь почувствовать это. Но это не так, так что это не в комнате. Наушники. А этот микрофон имеет очень хорошую направленность. Так что я думаю, это отличный микрофон для того, чтобы просто излучать вибрацию и получать действительно хороший вокал. Я просто ощущаю вибрацию. Да, просто в комнате. В любом случае, это Майкл. Это триллер. Это микрофон Майкла Джексона, Куинси Джонса. Теперь я чувствую себя намного круче. Хорошо, давайте приступим. Вы хотите просто погрузиться в это? Я думаю, что да. Хорошо, одно из ваших имен, по крайней мере в этом пространстве и времени, звучит как С, как буква С. И вы сказали мне, что С означает множество вещей. Это скорость света. Это скорость визуализации Вселенной. По-испански это означает да. Это полумесяц. И так уж случилось, что это мой любимый язык программирования, потому что он, по сути, управляет миром, но он также мощный, быстрый и опасный. Потому что из-за всех этих указателей вы можете очень сильно все испортить. Но в любом случае, какая из этих ассоциаций, связанных с именем С, кажется вам самой крутой? Я имею в виду, что для меня, очевидно, самое крутое — это скорость света. Или скорость света. Когда я говорю о скорости Вселенной, я думаю, что имею в виду скорость света. Да, потому что, по сути, именно с такой скоростью мы выполняем рендеринг. Видите ли, я думаю, что мы узнаем, находимся ли мы в симуляции, если скорость света изменится. Потому что если они смогут улучшить скорость рендеринга, то… Что же, это уже довольно хорошо. Это уже довольно хорошо. Но если это улучшится, тогда мы, вероятно, сможем сказать, хорошо, они обновили или модернизировали. Но что же для нас, людей, это происходит достаточно быстро, потому что кажется, что это происходит мгновенно. Никаких задержек нет. Нет никаких задержек с точки зрения взаимодействия с вещами, как у нас, людей на Земле. Но если вы относитесь к межгалактическим видам, действующим в гораздо большем масштабе, то вы начнете замечать некоторые странные вещи. Или если вы можете работать внутри или вокруг черной дыры, тогда вы начнете замечать некоторые проблемы с визуализацией. Быстрее скорости света, верно? Таким образом, это действительно ограничивает наши возможности или способность человека путешествовать в космосе. Теоретически, вы можете это сделать. У вас есть червоточины. Итак, я считаю, что в общей теории относительности нет ничего, что исключало бы движение быстрее скорости света. Но мне просто кажется, что вам придется делать какие-то действительно обалденные вещи, с очень тяжелыми вещами, которые имеют странности, которые, по сути, разрывают пространство-время. Мы не знаем, как это сделать. А штурманы знают, как это делается? А есть ли навигаторы? Да, да. Складывание пространства — это, по сути, создание червячных нор. Итак, имя С. Кто вы такой? Считаете ли вы себя человеком, состоящим из нескольких человек? Являетесь ли вы одним человеком? Знаете ли вы, были ли вы сегодня утром другим человеком, чем сегодня вечером? Я бы сказал, что мы записываем это в основном в полночь, и это потрясающе. Да, большое вам спасибо. По-моему, я опоздала примерно на 8 часов. Нет, вы пришли как раз вовремя. Доброе утро. Скоро начнется новый день. В любом случае, являетесь ли вы тем же человеком, что и утром, и вечером? Как вы думаете, есть ли там несколько человек? Считаете ли вы себя одним человеком? Или, может быть, вы понятия не имеете? Не являетесь ли вы просто гигантской загадкой для самого себя? Хорошо, это действительно сложные вопросы. Но давайте начнем. Давайте начнем. Потому что я сам задал себе этот вопрос, посмотрев в зеркало. Кто вы такой? Люди говорят вам просто быть самим собой, но что это вообще значит? Я имею в виду, что, по-моему, моя личность меняется с каждым человеком, с которым я общаюсь. Да, у меня очень противоречивый характер. Лично к человеку. И так в результате взаимодействия материализуется ваша личность или мое настроение. Я превращусь из человека, страдающего манией величия, в абсолютного отшельника, который очень застенчив. И так существует некая комбинаторная комбинация вашего настроения и человека, с которым вы взаимодействуете. Да, настроение и люди, с которыми я общаюсь. Но я думаю, что все такие. Может быть и нет. Ну что же, не все признают это и способны к самоанализу. Кто выявляет в вас лучшее, что вы за человек, в каком настроении проявляете себя, как художник и как человек. Можете ли вы проанализировать это самоанализом? Как и мои лучшие друзья, как и мои близкие люди, я могу, когда я очень уверена в себе, и я знаю, что они поймут все, что я скажу. В таком случае, как и мои лучшие друзья, когда я начинаю быть по-настоящему забавной, это всегда мой пиковый режим. Но для того, чтобы достичь этого, требуется много усилий. Давайте поговорим об ограничениях. Вы уже говорили об ограничениях и ограничениях. Помогают ли они вам как художнику или как человеку, или же они мешают? Вам нравятся эти ограничения? И так в создании музыки, в создании искусства, в жизни, нравятся ли вам ограничения, которые накладывают на вас этот мир? Или вы их ненавидите? Если вы двигаетесь вперед, значит, у вас все в порядке, не так ли? Это похоже на то, что по мере развития технологий мы меняем ограничения, связанные с художественным творчеством. Создание видео, музыки и прочего становится намного дешевле. Постоянно появляются новые технологии и программное обеспечение, которые делают это быстрее и проще. У нас гораздо больше свободы, чем было в 70-х годах. Например, когда Майкл Джексон, вы знаете, записывал триллер с этим микрофоном, им приходилось использовать микшерный пульт и все такое прочее. И, возможно, даже аренда студии обходится очень дорого. И вы должны быть действительно хорошим певцом. И вы должны, зная, как пользоваться микшерным пультом и всем прочим. А теперь я могу просто записать целый альбом на этом компьютере. У меня гораздо больше свободы, но в то же время я по-разному ограничена, потому что есть буквально миллионы других художников. Это похоже на гораздо более широкое игровое поле. Это просто похоже на то, что я тоже не училась музыке. Я не прирожденный музыкант, так что я ничего не смыслю в настоящей музыке. Я просто разбираюсь в компьютерах. Так что я действительно просто играю и пробую разные вещи. Ну да, я имею в виду, что природа музыки меняется. То есть вы утверждаете, что не разбираетесь в настоящей музыке. Ну что же, музыка меняется. Музыка становится... Вы уже говорили об этом. Она становится... Она как бы сливается с технологиями. Да? Это становится чем-то большим, чем просто ноты на пианино. Это становится какой-то странной композицией, требующей инженерных навыков, навыков программирования, каких-то навыков взаимодействия человека с роботом. И все же кое-что из того, что было у Майкла Джексона, а именно хороший слух. Или хорошее чувство вкуса, понимание того, что хорошо, что нет. Конечная цель, когда все собрано воедино. Как будто вам позволено. У вас есть доступ, возможность с помощью ноутбука накладывать слои материала, начинать накладывать безумное количество слоев материала. И это очень просто сделать. Я действительно считаю, что музыкальное продюсирование — это действительно недооцененный вид искусства. У меня такое чувство, что люди действительно не ценят его по достоинству. Когда я смотрю на издательские расколы, на то, как люди, например, платят продюсерам и все такое, это просто супер. Как будто продюсеров просто сильно недооценивают. Например, так много песен, которые популярны прямо сейчас или за последние 20 лет. Отчасти потому, что они популярны потому, что постановка действительно интересная, или действительно больная, или действительно крутая. Я не думаю, что слушатели на самом деле понимают, что такое продюсирование музыки. Это не так. Это что-то вроде этого странного, беспорядочного вида искусства. Это не похоже на формальную форму, потому что это настолько ново, что для этого не существует формального пути обучения. Им в основном управляют, типа самоучки. Это похоже на то, что почти все, кого я знаю, кто хорош в продюсировании, они не ходили в музыкальную школу или что-то в этом роде. Они просто научились этому сами. Они в основном отличаются друг от друга. Например, у музыкальных продюсеров, которых вы знаете. Есть ли какие-то общие черты, которые связывают их вместе, или все они просто разные типы чудаков? Потому что я только что общался с Риком Рубином. Я не знаю, слышали ли вы об этом. Да, я имею в виду, что Рик Рубин — буквально один из богов музыкального продюсирования. Он один из тех людей, которые первыми создали музыкальное продюсирование, сделали продюсирование таким же важным, как сам текст или музыка. Заметки. Но то, что он делает, очень интересно. Я не знаю, можете ли вы об этом говорить, но когда вы просто общаетесь с ним, кажется, что он просто сидит там в тишине, закрыв глаза, и слушает. Это похоже на то, что он почти ничего не делает. И это ничто каким-то образом дает вам свободу быть лучшей версией себя. Так вот, это тоже в некотором роде музыкальное продюсирование, которое как бы побуждает вас делать меньше, упрощать, любить, стремиться к минимализму. Я имею в виду, я полагаю, я имею в виду, что моя работа отличается от работы Рика Рубина, потому что Рик Рубин продюсирует для других артистов, в то время как я в основном продюсирую для себя. Да, так что ситуация совершенно иная. Я также думаю, что Рик Рубин относится к той, я бы сказал, продвинутой категории артистов. Продюсер, когда ты вроде как заработал свое, ты можешь нанять инженера и все такое, и люди будут делать все за тебя. Да, но обычно мне просто нравится делать что-то самой. Итак, вы являетесь инженером, продюсером и художником. Да, пожалуй, я бы сказала, что нахожусь в эпохе, наступившей после Рика Рубина. Я принадлежу к философской школе Скрилекс, которая заключается в том, что ты, да, являешься инженером, продюсером, художником. Например, где я имею в виду в последнее время, я иногда работаю с продюсером. Я постепенно, как бы деликатно, начинаю немного больше сотрудничать. Но я думаю, что я как бы из тех, кто пережил взрыв технологии в 2010-х годах, когда все стало доступно на компьютере, и у вас как бы появилась энергия одинокого волшебника. Итак, вы принимаете одиночество как должное. Является ли одиночество каким-то образом двигателем творчества? Например, получается, что большая часть ваших работ, большая часть ваших творческих цитат, без кавычек, гениальность, находится в уединении вашего собственного разума? Да. Так оно и было. Но вот в чем дело. Я разговаривала с Дэниелом Эком, и он сказал, что он такой. У большинства художников есть примерно 10 лет на это. Примерно 10 хороших лет. А затем они обычно прекращают заниматься своим жизненно важным дерьмом. И я чувствую, что мои 10 лет одиночества приближаются к концу. Значит, вы должны стать кем-то другим? Сейчас я как бы нахожусь в процессе становления кем-то другим и переосмысления себя заново. Когда я работаю с другими людьми, потому что я никогда раньше не работал с другими людьми, я нахожу, что у меня получается, что я исключительно омолаживаюсь и выполняю одну из самых важных работ, которые я когда-либо делал. Сделано. Я считаю, что другой человеческий мозг — это один из лучших инструментов, которые только можно найти. Как бы забавно это ни звучало. Мне это очень нравится. Это похоже на то, как если бы инструмент был похож на что-то вроде HP Plus One или Like, добавляющие вашему персонажу некоторые подобные характеристики. Да. Другому человеческому мозгу, например, понравилось бы возводить его в квадрат, вместо того, чтобы добавлять что-то еще. Увеличьте количество очков опыта в два раза. Мне это нравится. Мы также должны упомянуть, что до этого мы играли музыку в таверне. И что мне очень нравится, я думаю, что сначала вам пришлось остановить музыку в таверне. Да, потому что звук этого не делает. Хорошо, хорошо. Но это делает. Да, это сделает подкаст неубедителем. Мы добавим это в пост, добавим это в пост. Никто не захочет слушать подкаст, хотя, возможно, и захотел бы, но это заставляет меня. Это напоминает мне видеоигру, похожую на ролевую игру. Видеоигра, в которой вы получаете очки опыта. Есть что-то действительно радостное в том, чтобы бродить по таким местам, как Elder Scrolls, Skyrim, просто исследуя эти пейзажи в другом мире. И тогда вы получаете очки опыта, и вы можете работать над различными навыками, и каким-то образом вы прогрессируете в жизни. Я не знаю, это просто. В нем нет некоторых запутанных сложностей жизни. И, как правило, есть плохой парень, с которым вы можете сразиться. В Skyrim это драконы и так далее. Я уверен, что в кольце Элдена есть куча монстров, с которыми вы можете сразиться. Мне это очень нравится. Я чувствую себя как кольцо Элдена. Мне кажется, что это хорошая аналогия с музыкальным продюсированием, потому что я чувствую, что инженеры и люди, создающие эти открытые миры, в некотором роде похожи на людей. На музыку продюсера. Это похоже на скрытый архетип, когда никто по-настоящему не понимает, что они делают, и никто по-настоящему не знает, кто они такие. Но они похожи на художника-инженера. Потому что это одновременное искусство и довольно сложная инженерия. Так вот, вы утверждаете, что они не получают достаточного признания. Не хотите ли вы изменить ситуацию, став человеком, который делает все сам? Не так ли, не так ли, инженер? Ну, я имею в виду, что другие ушли до меня. Я не такая. Вы знаете, есть такие группы, как Тимбаланд и Скриликс. И есть все эти люди, которые, знаете ли, очень знамениты этим. Но я просто думаю, что в целом, я думаю, что люди путаются в том, что это такое, и просто на самом деле не знают, что это такое, как таковое. И просто, когда я вижу песню, когда там есть что-то вроде хита, я просто пытаюсь придумать. Просто хочу послушать хотя бы простой поп-хит, что это такое, правила Дуа Липы или что-то в этом роде. Постановка этого фильма на самом деле просто сумасшедшая. Я имею в виду, что песня тоже великолепна, но постановка исключительно запоминающаяся. Я даже не знаю, кто спродюсировал эту песню. Это просто не входит в риторику, в то, как мы обсуждаем создание искусства. Мы просто не обращаем внимания на музыкального продюсера. Потому что я думаю, что раньше музыкальный продюсер был чем-то большим, просто записывал что-то. Да, это интересно. Потому что, когда вы думаете о фильмах, мы говорим не только об актере и актрисах, но и режиссере. Режиссеры, да. Мы не так часто говорим о подобных вещах в музыке или... Музыкальный продюсер The Beatles был одним из первых, кто внедрил в поп-музыку безумный саунд-дизайн. Я забыла его имя. У него то же самое. Я забыла его имя. Но знаете, он делал всякие странные вещи. Например, ронял пианино и типа «да». О, чтобы получить ответ «да», «да», «да». Чтобы получить звук, чтобы получить подлинное звучание. А как насчет текстов песен? Как вы думаете, как они вписываются в то, насколько они важны? Мое сердце было разбито, когда я узнал, что Эллис не писал свои песни. Я был очень зол. Многие люди не пишут свои песни. Я понимаю это, но вот в чем дело. Я чувствую, что существует стремление к аутентичности. Раньше я была просто в бешенстве, когда люди отказывались писать или продюсировать свою музыку. И я говорила «это фальшивка». И тогда я поняла, что в искусстве есть какая-то странная горечь и агрессивность, связанная с подлинностью. Да. Но недавно у меня было странное осознание, когда я начала думать, что искусство — это своего рода децентрализованная коллективная вещь. Искусство — это своего рода диалог со всеми художниками, которые когда-либо жили до вас. Да. Это похоже на то, что вы действительно просто как бы заново изобретаете велосипед. Это похоже на то, что вы просто берете тысячелетний опыт искусства и как бы прогоняете его по своему собственному маленькому алгоритму, а затем как бы создаете свой собственный. Ваша интерпретация этого. Вы просто присоединяетесь к разговору со всеми другими артистами, которые были здесь раньше. Это такой прекрасный способ взглянуть на это с другой стороны. У меня такое чувство, что все постоянно думают о том, что всегда существует авторское право, интеллектуальная собственность, то-то и то-то или подлинность. И я просто думаю, что нам нужно перестать воспринимать это как эгоистичную вещь, о творческий гений, одинокий творческий гений, или ты, или это. Потому что я думаю, что искусство не должно быть связано с этим. Я думаю, что искусство — это нечто такое, что объединяет человечество. Кроме того, искусство — это своего рода коллективная память людей. Это похоже на то, что нам наплевать на Древний Египет, сколько зерна было отправлено в тот день, и на отправку записей, и на то, кто куда отправился, и сколько щитов нужно было изготовить для этого. Мы просто помним их искусство. И это похоже на то, что в нашей повседневной жизни есть все эти вещи, которые кажутся более важными, чем искусство, потому что они помогают нам функционировать и выживать. Но когда все это исчезнет, единственное, что действительно останется, — это искусство. Технология устареет. Это так увлекательно. Похоже, что люди будут мертвы. Это правда. Хорошее представление об истории человечества — это искусство, которое мы создавали на протяжении разных веков и тысячелетий. И так, когда появятся инопланетяне. Когда прилетят инопланетяне, они найдут иероглифы и пирамиды. Я имею в виду, что искусство можно определить в широком смысле. Они могли бы найти такие инженерные чудеса, как мосты, ракеты. Хотя, думаю, я как-то классифицирую архитектуру как искусство, чтобы ответить «да». Я, безусловно, считаю разработку в этих форматах искусством. Это полный отстой, что цифровое искусство легче удалить. Так что если случится апокалипсис или ядерная война, оно может исчезнуть. Да. Что касается физического проявления искусства, то в нем все еще есть что-то ценное. Это отстой, что, например, музыку должен кто-то исполнять или что-то в этом роде. Да, я имею в виду, я действительно думаю, что у нас должна быть ситуация фундаментального типа, когда нам нравится. Вы знаете, у нас на севере есть что-то вроде банков семян и все такое. Да. Нам, наверное, следовало бы построить небольшой бункер, работающий на солнечной энергии или геотермальной энергии, в котором были бы собраны все человеческие знания. Вы упомянули Дэниела Эка и Spotify. Что вы думаете об этом как художник? Что такое Spotify? Вдохновляет ли это вас? Как по мне, Spotify как потребитель это очень захватывающе. Он позволяет мне легко получать доступ к музыке самых разных исполнителей, изучать все виды музыки, создавать собственные плейлисты и получать от всего этого удовольствие. Это было так здорово, отпустить все это. Вы знаете, раньше я коллекционировал альбомы, компакт-диски и так далее. Я просто копил альбомы. Да. Как будто они что-то значат. Да. Но реальность такова, что вы можете это сделать. И это действительно освободило меня от всего этого. Отказ от альбомов, которые вы как бы коллекционируете, позволяет вам находить новую музыку, знакомиться с новыми исполнителями и все такое прочее. Но я знаю, что с точки зрения артиста, это может быть, как вы упомянули, конкуренция может быть своего рода ограничением. Потому что на платформе появляется все больше и больше артистов. Я думаю, будет лучше, если здесь будет больше артистов. Я имею в виду, опять же, это может быть пропаганда, потому что все это взято из разговора с Дэниелом Экком. Так что это вполне может быть пропагандой. Сделайте это. Мы все являемся жертвами чьей-то пропаганды, так что давайте просто примем это. Да. Но Дэниел Экк рассказывал мне, что когда я встретила его, я пришла в ярости за Спотифай и устроила ему очень жесткий допрос. Так что здесь у меня есть его ответы. Но он говорил, что на пике развития индустрии компакт-дисков было около 20 тысяч артистов, которые зарабатывали миллионы долларов. Это был всего лишь крошечный 1%. И Спотифай в некотором роде демократизировал индустрию, потому что сейчас, по-моему, он сказал, что около миллиона артистов хорошо зарабатывают на Спотифай. Да. И когда я услышал это, я подумал, честно говоря, я бы предпочел зарабатывать меньше денег и иметь хотя бы приличный сервис. Жить чем? И иметь больше артистов, способных иметь это. Несмотря на то, что мне нравится, я бы хотела, чтобы это включало всех, но... Да, с этим действительно трудно поспорить. YouTube — это то же самое. Миссия YouTube заключается в том, чтобы как можно больше создателей зарабатывали на жизнь, хоть как-то зарабатывали на жизнь. Да, и с этим так трудно поспорить. Это тяжело. Но я думаю, что есть более эффективные способы сделать это. Мой менеджер... Я действительно хотела бы, чтобы он был здесь. Мне нравится, я бы воспитала его. Мой менеджер создает приложение, которое может управлять вами. И так это поможет вам порядочить ваши процентные ставки, наладить публикацию, и да-да-да-да-да-да-да. И так вы можете убрать всех посредников, чтобы получить гораздо больший доход. Это просто автоматизирует его, чтобы вы могли получить и так. Автоматизируем работу менеджера. Автоматизируйте управление, издательскую деятельность и юриспруденцию. Приложение, которое он создает, может прочитать ваш контракт и рассказать вам о нем. Потому что, вау, одна из проблем, связанных с музыкой прямо сейчас, заключается не в том, что нам недостаточно платят, а в том, что художественная индустрия переполнена посредниками, потому что художники плохо разбираются в бизнесе. И с самого начала, Фрэнк Синатре, все это было связано с мафией. Музыкальная индустрия, знаете ли, управляется бизнесменами, а не артистами. И артисты действительно получают очень небольшую долю от того, что они зарабатывают. И поэтому я думаю, что одна из причин, по которой я технократ, заключается в том, что ваши поклонники будут технократами. Так что никто не будет злиться на меня из-за этого. Но, например, мои фанаты ненавидят, когда я говорю подобные вещи или широкой публике. Им не нравятся технократы? Они не любят технократов. Например, когда я смотрела «Боевого ангела Алиту», они сказали «Марсианская технократия», а я сказала «Да, марсианская технократия». А потом они сказали «И они злые». И я подумала «О, хорошо». Да, я подумала, потому что марсианская технократия кажется мне отвратительной. Да, так что ваша интуиция технократов могла бы создать некий прекрасный мир. Например, вот над чем работает мой менеджер. Если вы сможете создать приложение, которое избавит вас от необходимости в юристе, и тогда у вас могут быть смарт-контракты на блокчейне, устранить необходимость в управлении и организации всего этого. Могу ли я прочитать ваши материалы и объяснить их вам? Могу ли я получить ваши авторские гонорары? В таком случае небольшие суммы, которые вы получаете от Spotify, на самом деле означают гораздо больше и идут намного дальше. Это может устранить некоторую бюрократию, некоторые недостатки, которые делают жизнь не такой замечательной, какой она могла бы быть. Да, я думаю, что проблема не в том, что их недостаточно. А в том, что они неэффективны. И я действительно придерживаюсь позитивного подхода к подведению итогов. Без проигрышного подхода, например, вместо того, чтобы бороться за объедки, как нам их заработать. Или беспокоиться о дефиците, а не о дефицитном мышлении. Почему бы нам просто не повысить эффективность именно таким образом? Увеличьте размер пирога. Позвольте мне спросить вас об экспериментах. Итак, вы сказали, и это прекрасно, быть музыкантом, это все равно, что вести беседу со всеми, кто был до вас. Насколько создание музыки похоже на то, чтобы вести этот разговор, пытаясь вписаться в культурные тенденции? И насколько это похоже на попытку делать как можно больше, быть аутсайдером и придумывать что-то совершенно новое? Например, когда вы размышляете, когда вы экспериментируете, пытаетесь ли вы быть совершенно другим, абсолютно странным? Вы пытаетесь вписаться в общество? Чувак, это так тяжело. Потому что я чувствую, что нахожусь в процессе частичного ухода из музыки. Так вот, я чувствую, что это похоже на мой старый мозг. Да, я принесу это, но вернусь к своим старым мозгам. Достаньте это с полки и поставьте на стол на пару минут. Мы просто ткнем в это пальцем. Я думаю, что в этом есть и то, и другое. Потому что я считаю, что заставлять себя заниматься новой музыкой действительно полезно для нейропластичности. Я думаю, вы знаете, как люди... Одна из причин, по которой музыка ориентирована на молодежь, заключается в том, что молодые люди очень нейропластичны. Так что если вам от 16 до 23 лет или что-то в этом роде, вам будет очень легко полюбить новую музыку. А если вы старше, это становится все труднее и труднее. И я думаю, что одна из самых замечательных особенностей профессии музыканта заключается в том, что я постоянно заставляю себя слушать новую музыку. И я думаю, что это помогает моему мозгу сохранять пластичность. И я думаю, что это действительно хорошее упражнение. Я просто считаю, что это должен делать каждый. Вы слушаете новую музыку, и она вам не нравится. Я думаю, вы должны просто продолжать. Заставлять себя любить. Хорошо, но почему это нравится людям? И как вы знаете, заставьте свой мозг формировать новые нейронные пути и быть более открытым для изменений. На самом деле это действительно гениально. Извините, что прерываю вас. Но это действительно потрясающее упражнение, позволяющее как бы принять изменения, принять их, как бы практиковать нейропластичность. Потому что это одна из тех вещей, когда ты влюбляешься в определенную группу и просто остаешься с ней на всю оставшуюся жизнь. Да. И тогда ты никогда не поймешь современную музыку. Это действительно хорошее упражнение. Большая часть потокового контента на Spotify похожа на классический рок и тому подобное. Новая музыка составляет очень малую долю того, что воспроизводится на Spotify. И я думаю, что это не очень хороший знак для нас как биологического вида. Я думаю, да. Я думаю, что это хороший показатель того, насколько человек восприимчив к переменам. Это то, как часто вы слушаете новую музыку. Да. Давайте положим музыкальный мозг обратно на пол. Я должен на секунду вытащить футуристический мозг. Как вы думаете, каким диким образом будущее, скажем, через 30 лет, может быть через 50 лет, может быть через 100 лет, будет отличаться от нашего нынешнего образа жизни на Земле? Мы можем обсудить дополненную реальность, виртуальную реальность, возможно, роботов, космические путешествия, видеоигры, генную инженерию. Я могу продолжать в том же духе. Киборги, инопланетяне, мировые войны, возможно, разрушительные ядерные войны, хорошие и плохие. Когда вы думаете о будущем, что вы себе представляете? Что может быть самым странным и необузданным? Вы читали поверхностные детали Иэна Бэнкса? Поверхностные детали — это мое любимое изображение. О, вау, вы должны прочитать эту книгу. Это буквально величайшая научно-фантастическая книга, возможно, когда-либо написанная Иэном Бэнксом. Да, это точно. Когда-либо писала. Подождите, что вы прочитали? Просто «Игрок в игры». Я читала, что названия не защищены авторским правом, так что вы можете просто украсть их. И я подумала, «Игрок в игры, я больна». Очень мило. Да, так что вы могли бы назвать свой альбом, как я всегда хотела, «Ромео и Джульетта» или что-то в этом роде. Я всегда хотела назвать альбом «Война и мир». Это очень мило. Это было бы похоже на то, что вы — это хорошо. Это хорошо, где я слышал это раньше. Вы можете это сделать. Вы могли бы это сделать. А также то, что является общественным достоянием. Для тех, кто понятия не имеет, у вас действительно есть песня под названием «Игрок в игры». Да, а да. Итак, поверхностная детализация Иэлена Бэнкса — это, на мой взгляд, лучшее будущее, о котором я когда-либо читала или слышала в научной фантастике. По сути, существует взаимосвязь с суперинтеллектом, таким как искусственный суперинтеллект. Это просто здорово. Я хочу отдать должное человеку, который придумал этот термин, потому что мне нравится этот термин. И я чувствую, что молодые женщины не получают достаточного признания. Да, так что если вы зайдете на страницу Протопия Фачерс в Инстаграм... Как ее зовут? Персонализированный опыт донорства в масштабе или опыт донорства с использованием искусственного интеллекта? Это Моника Бельскайт. Я неправильно выразилась. И я, вероятно, собираюсь. Я, вероятно, немного преувеличиваю. Но Протопия — что-то вроде. Если Утопия недостижима, то Протопия — это что-то вроде... Вау, это потрясающий Инстаграм Протопия Фачерс. У нас прекрасное будущее, настолько хорошее, насколько это возможно. Будущее — позитивный искусственный интеллект будущего. Это централизованный искусственный интеллект в поверхностных деталях? Или он распределен? Что это за искусственный интеллект? В основном они существуют в виде гигантских суперкораблей, вроде кораблей Гильдии в Дюне. Это такие гигантские корабли, которые как бы перемещают людей. И эти корабли обладают разумом. И они могут разговаривать со всеми пассажирами. И я имею в виду, что в будущем Бэнксиан будет много различных типов искусственного интеллекта. Но во вступительной сцене фильма «Поверхностные детали» есть место под названием «Культура». И культура, по сути, представляет собой протопоповское будущее. И я думаю, что протопопическое будущее — это такое будущее, которое, очевидно, не является утопией. Оно не идеально. И, например, потому что стремление к утопии, я думаю, кажется безнадёжным. И, возможно, это не лучшая терминология для использования. Так что, похоже, это довольно хорошее место. По большей части, сверхразум и биологические существа сосуществуют в полной гармонии. Войн не так уж много. Насколько вы можете приблизиться к равенству? У нас примерно хорошее будущее. Там действительно потрясающие вещи. В первой сцене эта девушка рождена как сексуальная рабыня вне культуры. Таким образом, она живёт в обществе, которое не придерживается культурных ценностей. Она пытается убить парня, который является её хозяином, но он убивает её. Но однажды, когда она без её ведома путешествовала с ним на корабле по культуре, корабль вставил ей в голову нейронный шнурок. Нейронное кружево — это что-то вроде нейронной связи, потому что жизнь имитирует искусство. Это действительно так. Это действительно так. Итак, она просыпается. И первая сцена заключается в том, что её память была загружена этим нейронным шнуром, когда она была убита, и теперь ей предстоит выбрать новое тело. И этот искусственный интеллект взаимодействует с её записанной памятью, с её нейронным кружевом, помогает ей и говорит «Привет, ты мертва». Но поскольку у тебя было нейронное кружево, твоя память загружена, значит, ты хочешь выбрать себе новое тело, и ты собираешься родиться здесь, в этой культуре, и начать новую жизнь. Это просто открытие. Я чувствую себя таким больным. А корабль — это сверхразум? Все корабли являются своего рода сверхразумами. Но они по-прежнему хотят сохранить богатый, приносящий удовлетворение, опыт для людей. Да, они как бы дружат с людьми. Кроме того, есть куча кораблей, которые не хотят сосуществовать с биологическими существами, но у них просто есть своё собственное место, например, вон там. Но они этого не делают. Они просто занимаются своими делами. Они не обязательно. Значит, это довольно милое протопопическое существование, довольно мирное. Да, я имею в виду, что, например, одна из главных битв книги заключается в том, что они борются за создание искусственного ада. И люди считают, что это неэтично — создавать искусственный ад. По сути, когда люди совершают преступления, их отправляют в ад, а когда они умирают, их память отправляется в искусственный ад, где они подвергаются вечным пыткам. И вот и ещё один способ, которым общество решает, устраивать искусственный ад или нет, заключается в том, что они устраивают эти симуляции. Они устраивают что-то вроде симулированной войны. Таким образом, вместо того, чтобы проливать настоящую кровь, люди, по сути, сражаются в видеоигре, чтобы выбрать исход этой битвы. Но они всё ещё испытывают страдания. Подождите, в этом искусственном аду или нет? Вы можете испытывать что-то подобное или нет? Итак, искусственный ад — это полный отстой. И многие представители культуры хотят избавиться от искусственного ада. Это имитация войн. Они происходят в искусственном аду? Так что так что нет. Имитируемые войны происходят за пределами искусственного ада. О, я поняла. Между политическими группировками, которые являются... Так вот, эта политическая фракция говорит, что мы должны были симулировать ад, чтобы сдерживать преступность. И эта политическая фракция говорит, нет, стимулированный ад — это неэтично. Таким образом, вместо того, чтобы взрывать друг друга ядерными зарядами, они устраивают что-то вроде гигантской битвы в стиле Фортнайт. Да, чтобы решить этот вопрос. На мой взгляд, это и есть протопия. Это похоже на то, что мы можем вести войну без смертей. Вы знаете, я не думаю, что нужно симулировать ад. Я думаю, что это определенно один из способов, с помощью которого технология может пойти очень-очень-очень-очень неправильно. Получается, что в цифровом пространстве людей практически наказывают или что-то в этом роде? Да, это похоже на пытку воспоминаний людей. Значит, это может быть как средство устрашения, если вы совершили преступление, так и просто для личного удовольствия, если в этом мире есть больные, ненормальные люди. У Дэна Карлина действительно есть этот эпизод истории хардкора на канале по инфотейнмент. О, этот эпизод полный пиздец. Здесь темно, потому что он как бы обращается к истории человечества и говорит, что мы, как люди, похоже, наслаждаемся, тайно наслаждаемся или раньше открыто наслаждались, своего рода пытками и смертью, наблюдая за смертью и пытками других людей. Я действительно считаю, что если бы люди согласились, нам было бы разрешено проводить гладиаторские бои. Но в таких ситуациях трудно добиться согласия. Ситуация всегда становится скользкой. Это может быть и вынужденное согласие, и это начинает казаться странным. Да, я вас понимаю. Здесь слишком много волнений. Похоже, именно это он выделяет особо. В природе человека есть что-то такое, что заставляет его видеть это насилие. И это действительно мрачно. И вы надеетесь, что мы сможем преодолеть этот аспект человеческой натуры, но он все еще где-то внутри нас. Что же, я думаю, именно этим мы сейчас и занимаемся. У меня есть теория, согласно которой в настоящий момент очень важно то, что вся эволюция до сих пор сводилась к выживанию наиболее приспособленных. И в какой-то момент, вы знаете, границы становятся немного размытыми. Но в недавнем прошлом, или, может быть, даже прямо сейчас, мы подходим к тому моменту, когда можем выбрать разумный дизайн. Как и мы, вероятно, с момента внедрения iPhone мы становимся киборгами. Наш мозг претерпел фундаментальные изменения. Все, кто вырос с электроникой, считают, что мы в корне отличаемся от предыдущих поколений, от Homo sapiens. Я называю нас Homo techno. Я думаю, что мы эволюционировали в Homo techno, который, по сути, является новым видом. Например, если вы посмотрите на то, как если бы вы сделали МРТ моего мозга и сделали МРТ средневекового мозга, я думаю, что это было бы совсем по-другому. Он эволюционировал. Как вы думаете, когда историки оглянутся назад, они увидят, что это был фундаментальный сдвиг в понимании того, что такое человек? Я думаю, я не думаю, что мы все еще являемся Homo sapiens. Я верю, что мы Homo techno. И я думаю, что мы эволюционировали. И я думаю, что прямо сейчас, в зависимости от того, как мы эволюционируем, мы можем выбирать, как нам это делать. И я думаю, что мы поступаем очень опрометчиво в отношении того, как мы это делаем. У нас просто есть социальные сети. Но я думаю, что к этой идее о том, что пришло время выбрать разумный дизайн, следует отнестись очень серьезно. Сейчас самое время перепрограммировать человеческий компьютер. Вы знаете, это похоже на то, как если бы вы ослепли, ваша зрительная кора взяла бы на себя другие функции. Мы можем выбрать нашу собственную эволюцию. Мы можем изменить способ работы нашего мозга. И поэтому на нас действительно лежит огромная ответственность за это. И я думаю, я не уверена, кто должен нести за это ответственность. Но там определенно нет надлежащего образования. Нас наводняют все эти технологии, которые фундаментально меняют физическую структуру нашего мозга, и мы неадекватно реагируем на это, чтобы выбрать, как мы хотим развиваться. И мы могли бы развиваться. Мы могли бы стать действительно теми, кем захотим. И я думаю, что сейчас действительно важный момент. И я думаю, что если мы сделаем правильный выбор, и мы сделаем это мудро, сознание может существовать очень долго. И интеграция с искусственным интеллектом может быть чрезвычайно позитивной. И я не думаю, что достаточное количество людей сосредотачивается на этой конкретной ситуации. Значит, вы считаете, что мы можем необратимо все испортить, если сейчас сделаем что-то не так. Потому что, как показывает обратная сторона этого, люди довольно адаптивны. Так что, возможно, наш способ разобраться во всем, это все испортить. Как и в случае с социальными сетями, через поколения мы увидим негативные последствия социальных сетей. А затем создадим новые социальные медиа и просто продолжим совершенствовать материал. А затем мы извлекем уроки из неудач прошлого. Потому что люди, похоже, действительно способны к адаптации. С другой стороны, мы можем ошибаться таким образом, что, например, буквально создаем оружие войны или усиливаем ненависть сверх определенного порога. Что мы действительно совершаем ужасную ошибку. Большой ущерб. Я имею в виду, я думаю, что мы оптимизированы для того, чтобы замечать негативные моменты. Но на самом деле я бы сказал, что одна из вещей, которую, как мне кажется, люди не замечают, заключается в том, что если вы посмотрите на Силиконовую долину и посмотрите на то, что там происходит, независимо от технократии, это похоже на то, как когда только начиналась Силиконовая долина, все было так же, как в Фейсбук. И все это было похоже на коммерческую чушь, которая на самом деле не была чем-то особенным. Я предполагаю, что это было полезно. Но это было в некотором роде так же, как и все остальное. Но как сейчас вы видите, мясо, выращенное в лабораторных условиях, может быть компостируемым или биоразлагаемым. Одноразовые столовые приборы или приложения для медитации. Я думаю, что мы действительно развиваемся и меняемся, и технологии меняются. Я думаю, что, возможно, просто не хватает знаний по этому вопросу. И кроме того, я не знаю, есть ли достаточный стимул для этого, поскольку я думаю, что то, как работает капитализм, то, что мы определяем как прибыль, мы также работаем над старой моделью того, что мы определяли как прибыль. Я действительно думаю, что если бы мы изменили идею прибыли, включив в нее социальное благо, вы могли бы получить экономическую прибыль. Социальное благо также учитываемое как прибыль. Это стимулировало бы более полезные вещи и более продвинутые духовные технологии. Или, например, позитивные технологии, или вещи, которые помогают перепрограммировать человеческий компьютер в лучшую сторону. Или вещи, которые помогают нам разумно проектировать наш новый мозг. Да, нет никаких причин, по которым в рамках капитализма слово «прибыль» или «идея прибыли» не могут также включать в себя благополучие человека. Таким образом, долгосрочное благополучие означает долгосрочное счастье. Или даже, например, мы говорили о материнстве, как будто одна из причин, по которой я так опаздываю, заключается в том, что мне нужно было уложить ребенка спать. И это похоже на то, что я продолжаю думать о материнстве, о том, что при капитализме это чрезвычайно важная работа. Это очень трудно, это не компенсируется. И мы вроде как оцениваем вещи по тому, насколько мы их компенсируем. Таким образом, мы действительно обесцениваем материнство в нашем обществе, да и практически во всех обществах. Капитализм не признает материнство, это просто работа, которую вы должны выполнять бесплатно. И это похоже на то, но я чувствую, что при капитализме производство замечательных людей должно рассматриваться как великая прибыль. Это должно быть огромным социальным благом. Каждый выдающийся человек, который появляется на свет, вносит огромный вклад в этот мир. Например, если бы это было включено в структуру прибыли, и если бы мы потенциально нашли способ компенсировать материнство. Итак, предложите компенсацию, которая намного шире, чем просто деньги, или это могут быть просто деньги. А что, если бы вы просто приготовили? Я не знаю, но я не знаю, как бы вы за это заплатили. Я имею в виду, что именно с этого момента вы начинаете погружаться. Перераспределение ресурсов — это то, из-за чего люди расстраиваются. А что, если мы создадим что-то вроде доу по материнству? Да, 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 да. Нет, и используйте эти деньги, чтобы финансировать одиноких матерей, оплачивать рождение детей. Я имею в виду, что если вы создаете и распространяете в мире прекрасные вещи, то это могут быть компании, мосты, искусство и многое другое. И это могут быть дети, которые получают или образование, или все, что должно быть оценено обществом. И это должно быть каким-то образом включено в рамки того, что как рынок, что если вы привносите детей в этот мир, это должно цениться, уважаться, и это своего рода праздник, пропорциональный тому, что это такое, а именно тому, что питает человеческую цивилизацию. Да, как и я, это в некотором роде важно. У меня такое чувство, что все постоянно говорят. Я имею в виду, я думаю, что мы находимся в очень разных социальных сферах, но все всегда говорят, демонтируйте капитализм. И я такая, ну хорошо. Ну, я не думаю, что правительство должно владеть всем. Я не думаю, что у нас не должно быть частной собственности. Это пугает, это приводит к странным вещам. И я чувствую, что без полицейского государства это практически невозможно сделать. Да. Но очевидно, у капитализма есть некоторые серьезные недостатки. И я думаю, что на самом деле Мак показал мне эту идею, называемую социальным капитализмом, который представляет собой форму капитализма, которая точно так же рассматривает социальное благо как прибыль. Прямо сейчас компании должны расти каждый квартал или что-то в этом роде, чтобы показать, что ты хорошо функционируешь. Но это звучит так. Хорошо. А что, если бы вы сохранили тот же объем прибыли, вы все еще были бы в плюсе. Но в то же время у вас есть все эти социальные блага. Например, действительно ли вам нужен весь этот дополнительный экономический рост? Или вы могли бы добавить это социальное благо, и это имеет значение? И я не знаю, могу ли я, я не экономист. У меня нет ни малейшего представления о том, как этого можно достичь. Но я просто не думаю, что экономисты тоже знают, как чего-то можно достичь. Но они притворяются. Вот в чем дело. Они разрабатывают модель, участвуют в телешоу и выступают как эксперты. Таково определение понятия экономист. Как, по вашему мнению, материнство изменило вас как человека? Чувак, я думаю, что это в некотором роде изменило все. И это все еще сильно меняет меня. На самом деле, прямо сейчас, в этот момент, это меняет меня больше, чем раньше. Например, сегодня вот так? Так же, как и в последние месяцы, и все такое. Не могли бы вы объяснить, каким образом, например, когда вы просыпаетесь утром и смотрите на себя, вы снова задаетесь вопросом, кто вы такой? Как бы вы сказали, как вы изменились? Я думаю, что это действительно меняет мои приоритеты. И поначалу я действительно боролась с этим, потому что мне почему-то казалось, что это похоже на провал феминизма или что-то в этом роде. Я чувствовала, что это было бы плохо, если бы мои дети стали значить для меня больше, чем моя работа. А затем, совсем недавно, я начала анализировать эту мысль в себе и пришла к выводу, что это тоже своего рода конструкция. Это похоже на то, что мы просто настолько обесценили материнство в нашей культуре, что я чувствую себя виноватой за то, что забочусь о своих детях больше, чем я сама, и я забочусь о своей работе. Значит, феминизм подразумевает отказ от какой бы то ни было конструкции? В общем, да. Он постоянно ломается. Это похоже на свободу, которая дает вам возможность быть свободными. И это также означает, что, будучи матерью, я проявляю гораздо больше креативности. Я просто не могу поверить в тот огромный рост мозга, который я наблюдаю. Как вы думаете, почему это происходит? Просто потому, что ставки почему-то выше? Я думаю, что наблюдать за появлением сознания — это что-то вроде трипса. Да. Это похоже на безумное путешествие или что-то в этом роде. Это похоже на самый безумный научно-фантастический роман, который вы когда-либо читали. Наблюдать за зарождением сознания — это просто безумие. И в то же время вы вынуждены так ценить свое время. Сейчас, когда у меня есть свободное время для творчества, это так свято. Мне нужно по-настоящему увлечься этим делом. Но дело в том, что раньше я был просто циником. И раньше я просто хотел, чтобы мой последний альбом назывался «Мисс Антроподсен». И это было вот так. Это было похоже на исследование злодейства. Или это было что-то вроде «А что, если вместо старых богов у нас будут новые боги?» И это похоже на то, что «Мисс Антроподсен» — это что-то вроде мизантропа, а «Антроподсен» — это что-то вроде… Например, она богиня изменения климата или чего-то в этом роде, и продолжает разрушать мир. И это было просто мрачно. И это было похоже на исследование злодейства. И это было просто похоже на то, что раньше мне нравилось не иметь никакого отношения к этому. Проблема в том, чтобы просто создавать циничное, злое, пугающее искусство. И не то, чтобы в этом было что-то плохое, но я думаю, что наличие детей просто делает тебя таким оптимистом. Просто это по своей сути заставляет тебя так сильно хотеть быть оптимистом, что я чувствую большую ответственность за то, чтобы делать более оптимистичные вещи. И я получаю за это кучу дерьма. Потому что все говорят «Фу, ты такой привилегированный. Перестань говорить о каких-то дурацких концепциях и сосредоточься на настоящем моменте». Но я думаю, что если мы не будем представлять себе будущее, которое могло бы быть хорошим, мы не сможем его достичь. Если все сводится к бегущему по лезвию, то в конечном итоге мы получим бегущего по лезвию. Это похоже на то, что, как мы уже говорили ранее, жизнь подражает искусству. Похоже, что жизнь действительно подражает искусству. И поэтому нам действительно нужно больше протопопического или утопического искусства. Я думаю, что это невероятно важно для будущего человечества. И я думаю, что нынешний дискурс, в котором это рассматривается как размышление о протопии или утопии, рассматривается как игнорирование проблем, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. Я думаю, что это неправильное мышление. Да. И то, что у меня есть дети, просто заставляет меня представлять себе удивительное будущее, которое, возможно, я не смогу построить. Но они смогут построить, если захотят. Да, действительно, кажется, что идея – это предвестник творения. Вы должны представить себе это, чтобы иметь возможность создать это. И есть печальная особенность человеческой натуры в том, что они каким-то образом циничный взгляд на мир воспринимают как проницательный взгляд. Цинизм часто путают с проницательностью, и это печально видеть. А оптимизм путают с наивностью. Да, да. Похоже, вы не согласны с этим. Вы ослеплены своей, может быть, вашей привилегией или чем-то еще. Вы ослеплены чем-то, но вы определенно ослеплены. Это печально. Это печально видеть. Потому что кажется, что оптимисты – это те, кто создает наше будущее. Они – те, кто строит. Для того, чтобы создать что-то безумное, вы должны быть оптимистами. Вы должны быть либо глупы, либо взволнованы, либо увлечены, либо достаточно безумны, чтобы действительно поверить в то, что это может быть построено. И это те люди, которые это построили. Моя любимая цитата всех времен и народов из «Звездных войн», эпизод 8, которую, как я знаю, все ненавидят. Вам нравятся «Звездные войны», эпизод 8? Нет, я – да, наверное, я бы сказал, что, вероятно, возненавидел бы это, да. У меня нет сильных чувств по этому поводу. Позвольте мне вернуться назад. У меня нет сильных чувств по поводу «Звездных войн». Я просто хочу сказать, что я поклонник Толкиена. Это не так. Мне больше нравятся драконы, орки и людоеды. Хорошо. Да, я имею в виду Толкиен навсегда. Я действительно хочу, чтобы у меня был еще один сын. И я подумала, что назвать его Тао Техно Толкиен было бы круто. Здесь очень много ТС, и мне это нравится. Да, и Тао равно 6282 пи. Да, Тао, Тао, да, да, да. И потом техно – это, безусловно, лучший жанр музыки, но в то же время он похож на технократию. Это просто звучит очень заманчиво. Да, именно так. Да, это Техно Толкиена. Тао Техно Толкиена. Это хороший настоящий Техно Толкиен. Но «Звездные войны», эпизод 8. Я знаю, что у многих людей есть проблемы с этим. Лично я считаю, что это лучший фильм из серии «Звездные войны». Вау. Сегодня из-за вас начинаются неприятности. Да. Ну и что, и что. Но не убивайте то, что вы ненавидите. Спасайте то, что вы любите. Не убивайте то, что вы ненавидите. Не убивайте то, что вы ненавидите. Спасайте то, что вы любите. И я думаю, что прямо сейчас наше общество находится в режиме диагностики. Мы просто ставим диагноз, и ставим диагноз, и ставим диагноз. И мы пытаемся убить то, что мы ненавидим. И мы не пытаемся спасти то, что мы достаточно любим. И вот еще одна цитата Бакминстера Фуллера, которую я собираюсь вырезать, потому что я не совсем правильно ее помню. Но это так, это так, это так. Что-то вроде «Не пытайтесь разрушить старые плохие модели, замените их устаревшими с помощью лучших моделей». Вы знаете, возможно, нам не нужно уничтожать нефтяную промышленность. Может быть, мы просто создадим новую великолепную технологию производства аккумуляторов и устойчивый транспорт. И просто сделаем экономически нецелесообразным продолжать полагаться на ископаемое топливо. Вы понимаете? Да. Это похоже на то, что не убивай то, что ненавидишь. Сохраняй то, что любишь. Например, создавай новые вещи и просто приводи старые в негодность. Это похоже на то, как если бы долги за обучение в колледже были такими большими, а университеты такими дорогими. И я чувствую, что образование становится устаревшим, я чувствую, что мы могли бы полностью революционизировать образование и сделать его бесплатным. И это похоже на то, что вы смотрите на JSTOR, и типа того, вам приходится платить за все исследования и все такое. Например, что если бы мы создали DAO, который, например, купил JSTOR, или мы создали DAO, который финансировал исследования и все такое. И эти исследования были бы с открытым исходным кодом или бесплатны для всех. А что если мы просто создадим систему образования с открытым исходным кодом, децентрализованную систему образования и сделаем ее бесплатной? И, например, все исследования проводились в интернете, и все результаты исследований доступны в интернете, и ни у кого нет студенческих долгов. И вы просто проходите тесты, когда будешь устраиваться на работу. И если у вас есть соответствующая квалификация, то вы можете работать там. Я имею в виду, что это просто полное дерьмо. Нет, я просто не понимаю, как все это работает. Я просто разглагольствую наугад, но... Мне нравится ваша скромность. Вы должны исходить только из основных принципов. Например, в чем проблема? Что сломано? Какие у вас есть идеи? Вот и все. И приходите в восторг от этих идей. И поделитесь своим восторгом. И не раздражайте друг друга. Дело в том, что когда вы убиваете кого-то, вы часто в конечном итоге убиваете себя. Война — это не односторонняя война. Вы не собираетесь просто идти и убивать их. Вы можете получить удар ножом. Это похоже на то, и я думаю, когда я говорю об этом связующем моменте, о том, что мы находимся в той точке в обществе, где мы меняемся местами. Что касается разумного замысла, то я думаю, что частью нашего перехода к разумному замыслу является то, что нам нужно выбрать ненасилие. Нам нужно, я думаю, мы можем выбрать, с чего начать. Я не думаю, что мы сможем искоренить насилие среди нашего вида, потому что я думаю, что нам это немного нужно. Но я думаю, что мы можем действительно переориентировать наш примитивный мозг, который борется за нехватку ресурсов, и который настолько ориентированный на атаку. Перейдя в категорию А, мы сможем оптимизировать процесс творчества и строительства. Да, интересно поразмыслить над тем, как это происходит. Так что в какой-то степени это просто образование. Отчасти это связано с проживанием жизни, самоанализом своего собственного разума и попытками соответствовать лучшим чертам вашей натуры для каждого из нас. Все эти вещи имеют масштабный характер. Именно так мы можем начать сводить к минимуму количество разрушительных войн в нашем мире. И для меня, и возможно для вас тоже, технология это действительно многообещающий способ добиться этого. Социальные сети должны быть действительно многообещающим способом добиться этого. Это способ установить связь между нами. Я по большей части действительно наслаждаюсь социальными сетями. Я просто игнорирую весь негатив. Я не участвую ни в каких негативных вещах. Я просто даже не блокирую их или что-то в этом роде, а просто не позволяю им проникать в мой разум. Просто когда кто-то говорит что-то негативное, я вижу это, у меня сразу же возникают позитивные мысли о них, и я просто забываю об их существовании. Да, после этого просто двигайтесь дальше. Потому что, как и в случае с отрицательной энергией, если я верну отрицательную энергию, они получат возбужденный в негативном ключе, он сразу же отреагировал на это. И это просто своего рода порочный круг. Но вы могли бы подумать, что технологии помогут нам в этом процессе отпустить, не принимать все близко к сердцу, чтобы не привлекать негатив. Но, к сожалению, социальные сети извлекают выгоду из негатива, из существующих моделей. Я имею в виду, что социальные сети — это как оружие. Вам следует пройти курс обучения, прежде чем использовать их. Это действительно так. Вот что я имею в виду, когда говорю «перепрограммируйте человеческий компьютер». В школе вы должны узнать о том, как социальные сети оптимизируют ваш уровень кортизола. Уровни заставляют вас злиться, сходить с ума и испытывать стресс. И, например, вам следует научиться соблюдать гигиену в отношении того, как вы пользуетесь социальными сетями. Но чтобы вы могли, да, выбрать не зацикливаться на негативном материале. Но я не знаю. Я не уверена, что социальные сети должны существовать. Я думаю, они должны существовать. Я не уверена. Я имею в виду, что мы находимся в стадии разработки. Это экспериментальная фаза. Мы как бы работаем над этим. Это только начало. Я даже не знаю, когда вы говорите «социальные сети». Я вообще не понимаю, что это значит. Мы находимся в самом начале пути. Я думаю, что социальные сети — это просто элементарная связь между людьми в цифровом мире, и я думаю, что она должна существовать. Но есть так много способов сделать это плохим способом. Есть так много способов сделать это хорошим способом. Мы постоянно обсуждаем одни и те же права человека. Мы говорим о свободе слова. Мы говорим о своего рода насилии в пространстве цифровых медиа. Мы говорим о разжигании ненависти. Мы говорим обо всех этих вещах, с которыми нам приходилось сталкиваться в прошлом, причем в физическом пространстве, а сейчас мы разбираемся в цифровом пространстве. И это похоже на детскую стадию. Когда появился печатный станок, на минуту воцарился настоящий хаос. Это похоже на то, как если бы вы ввели массовую информационную инъекцию в население в целом. Это просто произошло бы. Я чувствую себя как печатный станок. У меня нет времени, но это было похоже на появление печатного станка, и на минуту все стало действительно чертовски плохо. Но потом на нас не зашло просветление. Я думаю, что это похоже на второе пришествие печатного станка. У нас, вероятно, на какое-то время наступят дерьмовые времена, а затем нам придется провести повторную калибровку, чтобы лучше понять, как мы потребляем медиа и как мы доставляем средства массовой информации. Говоря о программировании человеческого компьютера, вы упомянули о ребенке Икс. Вау, вот оно, это юное сознание, появившееся из клетки. Это похоже на то, что вся эта штука даже не имеет никакого значения. Она взята из ДНК. Да. А еще есть этот детский компьютер, и он просто растет, растет, растет и растет. А теперь появилось сознательное существо с чрезвычайно впечатляющими когнитивными способностями. Вы с ним встречались? Да, да, да. Да. Он действительно очень умен. Он действительно умный, да? Это странно. Да. Для ребенка. У него нет. У меня нет. У меня нет. Я не знаю многих других детей, но он кажется очень умным. Я не часто общаюсь с детьми, но этот ребенок произвел на меня очень сильное впечатление. Он часто устраивает розыгрыши и все такое. Вот так, вот он такой, что может подарить вам лакомство, а потом забрать его и посмеяться, и тому подобное. Так вот, он похож на шахматиста. Итак, это когнитивный процесс, похожий на программирование компьютера. Он изучает окружающую среду, взаимодействуя с определенным набором людей. Как бы вы отнеслись прежде всего к тому, что это такое, что, позвольте мне спросить, я хочу спросить, как вы программируете этот компьютер, а также как вы понимаете, что существует сознательное существо прямо там, чего раньше не было. Это навело меня на множество тревожных мыслей. Я действительно напряженно размышляю. Я думаю, что это одна из причин, по которой я сейчас изо всех сил пытаюсь сосредоточиться на искусстве и прочем, потому что малышик становится сознательным. И, боже мой, это просто переориентирует свой мозг. У меня в голове внезапно что-то изменилось, что-то вроде того, как мы воспитываем детей. Я ненавижу все эти детские книжки и все остальное. Я их просто ненавижу. Они просто ужасны в своем художественном оформлении. И типа все эти вещи, все, что касается эстетики, и типа я просто такая, ах, как будто это так. Языки программирования, которые мы используем для программирования этих маленьких компьютеров, не очень хороши. Да, и я размышляю, и я, не то чтобы у меня были какие-то хорошие ответы, или я знала, что делать, но я просто очень, очень усердно размышляю об этом. Я, мы недавно смотрели с ним Тотара. Студия Гибли. О, да. И это просто фантастический фильм. И он как бы ответил на это. Я знаю, что вы не должны слишком часто показывать на экранах младенцев. Но я думаю, что это самое лучшее. Я чувствую, что это высочайшее искусство, детка. Довольно. Похоже, что он действительно говорит. В нем почти нет разговоров. Это действительно просто. Все диалоги супер-супер-супер просты. И это похоже на то, что ребенку от одного до трех лет может понравиться. По-настоящему проникнуться этим. Такое ощущение, что это почти нацелено на ребенка от одного до трех лет. Но это похоже на великое искусство. В нем так много воображения. И это так красиво. И, например, когда я впервые показал ему это, он был так увлечен этим, в отличие от меня, в отличие от всего, что я когда-либо ему показывал. Он был таким же, как плачущий, когда они плакали, и смеющийся, когда они смеялись, просто как будто у него было это американские горки эмоций. И он выучил кучу слов. Так оно и было. И он начал говорить Тоттера. И начал просто повторять все эти вещи после просмотра Тоттера. И он хочет смотреть это все время. И я подумала, чувак, почему до сих пор нет индустрии, занимающейся этим? Например, почему наши лучшие художники не сосредотачиваются на создании произведений искусства, способствующих зарождению сознания? Как и я, это одна из тех вещей, о которых я думала, что действительно хочу начать заниматься. Вы знаете, я не хочу говорить до того, как начну делать что-то слишком много. Но мне примерно от одного до трех лет, и мы должны приложить к этому столько усилий. И еще одна особенность Тоттера заключается в том, что это как бы лучше для окружающей среды, потому что взрослые любят Тоттера. Это настолько хорошее искусство, что оно нравится всем. Например, у меня до сих пор есть все мои старые товары Тоттера, оставшиеся с тех времен, когда я был ребенком. Например, у меня в буквальном смысле есть самый потрепанный старый товар Тоттера. Он всем нравится, все его хранят. Это похоже на то, почему искусство, которое мы создаем для детей, должно быть отстойным, а затем недоступным для взрослых, а затем просто выброшенным, когда неужели они стареют из-за этого. Я не знаю, что это такое. У меня здесь нет полностью сформированной мысли, но это просто то, о чем я много думал. Например, как нам, как нам создать больше контента в стиле Тоттера. Например, как нам получить больше контента, подобного этому, который является универсальным и всем нравится, но при этом действительно ориентирован на формирующееся сознание. Пробуждающееся сознание. Первые три года жизни происходит столько потрясений, столько эволюции разума, что это кажется решающим моментом. Не могли бы вы сказать, чтобы это не было отстойно? Думаете ли вы о том, чтобы в основном относиться к ребенку так, как будто у него есть способность проявлять гениальность взрослого человека, или даже больше того? Так вот, как вы относитесь к этому виду мышления или нет, потому что им все равно нравится, когда вы говорите странные вещи. Похоже, они лучше реагируют на то, что вы говорите, потому что даже они могут лучше имитировать, когда ваш голос звучит выше. Например, люди говорят «О, не занимайтесь детским лепетом». Но это похоже на то, что когда ваш голос звучит выше, это ближе к тому, чему они могут подражать. Так вот они, как я понимаю. Похоже, детский лепет действительно работает. Похоже, это помогает им научиться общаться. Я обнаружила, что он более эффективен при изучении слов и прочего. Но вы же не говорите, что я не склонен разговаривать с ними свысока. Как будто. Да. Как вы думаете, обладают ли они способностью понимать действительно сложные концепции просто очень сложным и необычным способом? Это похоже на эмоциональный интеллект, связанный с чем-то глубоко внутрь. О, да. Нет, если Х причиняет мне боль. Например, если Х сильно кусает меня, и я такая. Ой, ему нравится. Ему становится грустно. Ему становится грустно, если он случайно причиняет мне боль. Да. Он такой огромный, что случайно причиняет мне сильную боль. Да, это настолько интересно, что возникает мысль. И у него, и у детей на самом деле нет воспоминаний о том времени. Так что мы даже не можем поговорить с ними об этом. Да, слава богу, у них нет воспоминаний об этом времени. Потому что, например, подумайте о нашем младшем ребенке. Я думаю, вы читали научно-фантастический рассказ «У меня нет рта», но я должен кричать. Хорошее название, нет. О, боже. Я имею в виду, что вам стоит это прочитать. У меня нет рта, но я должна кричать. Вау, то есть я ненавижу влезать в это дерьмо с Василиском от Рока. Это своего рода история об искусственном интеллекте, который мучает кого-то в вечности, и у него типа нет тела. То, как они это описывают, похоже на то, каково это быть ребенком. Вы находитесь в сознании и просто получаете информацию отовсюду. У вас нет мышц, вы похожи на желе и не можете двигаться. Вы пытаетесь общаться, но у вас ничего не получается. И мы и вы находитесь в таком адском состоянии. Я думаю, хорошо, что мы не можем этого помнить. Мой маленький малыш как раз выходит из этого состояния. Похоже, у нее начинают расти мускулы и появляется больше самостоятельности. Но, наблюдая за ее вступительным этапом, я подумала, это не кажется мне чем-то хорошим. О, вы думаете, что это похоже на то, что я думаю, что это отстой. Я думаю, что это было бы действительно жестоко. Например, жестоко, ментально жестоко, психологически жестоко. Я думаю, что пробуждение сознания – это очень жестокая вещь. Я никогда об этом не задумывался. Я думаю, вполне возможно, что все мы несем в себе довольно много травм, связанных с этим. Но это не так. Я думаю, что это было бы полезно изучить. Потому что я думаю, что если бы я обратился к этой травме, я думаю, что это могло бы быть. О, вы имеете в виду, как отголоски этого, они все еще где-то там в тени? Я думаю, что так и должно быть. Я чувствую эту помощь, беспомощность, экзистенциальный смысл. И это похоже на страх оказаться в незнакомом месте, подвергнуться бомбардировке входными сигналами, оказаться совершенно беспомощным. Это должно быть где-то глубоко в вашем мозгу. И это не может быть хорошо для вас. Как вы думаете, что такое сознание? Весь этот разговор содержит невероятно сложные вопросы. Как вы думаете, да, это действительно так сложно? Да, мы говорили о музыке около двух минут. Все в порядке. Нет, я просто слишком увлечена музыкой. Я слишком увлечена музыкой. Да. Я. Мне это все еще нравится. У этого есть своя цель. Нет, я люблю музыку. Я имею в виду, что музыка это величайшая вещь на свете. Это мое любимое занятие. Но мне просто нравится, когда в каждом интервью спрашивают, каков ваш творческий процесс. Я просто не знаю. Я только что закончила. Я не могу. Я действительно хочу спросить об Эблтоне. Хорошо, я расскажу вам об Эблтоне, потому что Эблтон болен. Но никто не спрашивает. Хотя никто никогда не спрашивает об Эблтоне. Да, потому что в основном мне нужна техническая поддержка. Я могу вам помочь. Я могу помочь вам с вашей технологией, Эблтон. Как бы то ни было, но из Эблтона я пришел в сознание. Как вы думаете, неужели вы думаете, что это то, на что способны только люди? Могут ли роботы обладать сознанием? Может быть, когда вы думаете о сущностях, вы думаете, что где-то есть инопланетяне, обладающие сознанием? Например, есть ли сознание, что такое сознание? Я нашла цитату Терренса Маккенны, которая мне чертовски нравится. Ага. Могу ли я здесь принести присягу? Да, природа любит смелость. Вы берете на себя обязательства, и природа ответит на это обязательство устранением непреодолимых препятствий. Мечтаете о несбыточной мечте, и мир не раздавит вас, он поднимет вас ввысь. Вот в чем фокус. Вот что понимали все эти учителя и философы, которые действительно считали, которые действительно прикасались к алхимическому золоту, вот что они понимали. Это шаманский танец водопада. Вот как совершается магия, когда вы бросаетесь в бездну и обнаруживаете, что это пуховая перина. Да. И по этой причине я действительно считаю, что никаких технологических ограничений не существует. Я думаю, что то, что здесь уже происходит, практически невозможно. Это безумие, и мы сделали это за очень ограниченный промежуток времени, и мы ускоряем темпы, с которыми мы это делаем. Так что я думаю, цифровое сознание или мы сами это неизбежно. Возможно, мы даже не в состоянии понять, что это значит, но мне нравится выражение «броситься в пропасть». Итак, мы окружены всей этой тайной, и мы просто продолжаем бесстрашно погружаться в нее и открывать для себя крутые вещи. Да. Я просто, я просто думаю, что это похоже на то, что кто-то вообще знает, существуют ли законы физики. Законы физики, вероятно, просто текущие, как я уже говорила. Скорость света — это текущая скорость лендеринга. Это похоже на то, что если мы будем участвовать в симуляции, они смогут улучшить это. Например, я подозреваю, что когда мы создавали телескоп Джеймса Лвеба, отчасти причина, по которой мы это сделали, заключалась в том, что у нас была модернизация, и теперь мы можем видеть больше пространства, так что теперь мы можем видеть больше. Да, но я думаю, что у людей очень-очень-очень ограниченные когнитивные способности. Итак, мне интересно, будет ли нам позволено создавать больше разумных существ, которые смогут видеть больше Вселенной по мере повышения скорости лендеринга. Возможно, наши когнитивные способности ограничены. Все продолжают говорить о том, что наши когнитивные способности ограничены, и искусственный интеллект сделает нас устаревшими. Но это совсем не то же самое, что превращение амебы в аллигатора. Это похоже на то, что если мы создадим искусственный интеллект, опять же, это будет разумный замысел. Буквально все религии основаны на том, что Бог создает сознание. Мы сами являемся творцами Бога. То, что мы делаем, невероятно глубоко. И даже если мы не умеем вычислять, даже если мы намного хуже их, просто непостижимо хуже, чем всемогущий искусственный интеллект. Это похоже на то, что мы... Я не знаю, думаю, что они просто подумают, что мы глупые. Я думаю, что они осознали бы глубину того, чего мы достигли. Мы боги или они боги в нашем? Я имею в виду, что у нас все довольно сложно. Это действительно сложно. Как бы мы ни старались, но они бы признали нашу ценность. Что же, я надеюсь, что они осознают ценность уважения к своим творческим предкам? Я думаю, они подумали бы, что это круто. Я и я думаю, я думаю, что если любопытство — это черта, которую мы можем количественно оценить и внедрить в ИИ, то я думаю, что если ИИ любопытен, то они будут интересоваться нами, и они не будут испытывать ненависти или пренебрежения к нам. Они могут воспринимать нас как «я не знаю, это похоже на то, что я не говорю, о, к черту этих собак, давайте убьем всех собак». Я люблю собак. Собаки приносят огромную пользу. Собаки дают нам много возможностей подружиться с ними. Да, у нас с ними глубокая связь. Мы очеловечиваем их. По какой-то причине мы испытываем настоящую любовь к собакам, кошкам и так далее, несмотря на то, что в интеллектуальном отношении они намного уступают нам. И я думаю, что в нас есть что-то святое. Потому что если вы посмотрите на Вселенную, то увидите, что вся Вселенная холодна, мертва и в некотором роде роботизирована. И это похоже на искусственный интеллект, который больше похож на Вселенную. Он холодный, логичный, подчиняющийся законам физики и тому подобному. Но нам нравится, что мы похожи на Люси Гуси, странную художественную вещь, которая произошла. И я думаю, что это прекрасно. И, например, я думаю, что даже если мы захотим, я думаю, что одна из ценностей, если сознание — это вещь, которую больше всего стоит сохранить, что я думаю, так обстоит дело. Я думаю с сознанием, я думаю, есть ли в нем что-то похожее на религиозное. Если говорить о духовном аспекте, то должно быть так, что сознание является священным. Как и тогда, я все еще думаю, что даже если искусственный интеллект сделает нас устаревшими, мы изменение климата — это слишком плохо, и в нас попадет комета. И мы не станем достаточно быстрым многопланетным видом. Но как искусственный интеллект способен заселить Вселенную? Я представляю себе, что если бы я работала с искусственным интеллектом, то нашла бы больше планет, на которых могут существовать биологические формы жизни, и воссоздала бы их. Потому что на нас всех интересно смотреть. Да, за нами интересно наблюдать. Да, но я действительно верю, что искусственный интеллект может обладать той же магией сознания, что и он сам. Потому что мы не знаем, что это такое сознание. Значит, существует какая-то разновидность магии, а может быть и другая. Это может быть что-то вроде странного, непривычного, отличного права. Потому что у них не будет гормонов. Мне кажется, что большая часть нашей магии связана с гормонами. Я не знаю. Я думаю, что часть нашей магии заключается в ограничениях, а также в гормонах и других подобных вещах, связанных с конечностью жизни. И затем, когда нам дают понять о наших ограничениях, мы добираемся до некоторых, находим творческие решения о том, как обойти эти ограничения. Мы объединились, как пингвины, борющиеся с холодом. Мы влюбляемся друг в друга. И тогда любовь в конечном счете является чем-то вроде того, что позволяет нам обманывать самих себя, что мы не смертны и не ограничены, и что жизнь не конечна. Ты живешь в одиночестве, ты рождаешься в одиночестве, ты умираешь в одиночестве. И потом, любовь — это как мгновение или долгое время, когда забываешь об этом. И вот, например, мы придумываем все эти креативные хаки, которые делают жизнь невероятно увлекательной. Да, да, да. Весело, да. И тогда искусственный интеллект мог бы развлекаться по-разному. Да. И я надеюсь, что наши развлечения время от времени пересекаются. Я думаю, что это было бы полезно для вечеринок. Там должен быть небольшой перекресток. Там должно быть небольшое пересечение всего интересного. Да, да. Как вы думаете, какова роль любви в жизни человека? Я спрашиваю, полезна ли она. Полезна ли она как халтура? Или это фундаментально для понимания того, что значит быть человеком? Способность любить? Я имею в виду, я думаю, что любовь — это эволюционный механизм, который подобен началу разумного замысла. Я как раз читала о том, что вы знаете Кропоткина. Он похож на анархиста, старого русского анархиста. Я живу по соседству с Майклом Мэрисом. Я не уверен, знаете ли вы, кто это такой. Он анархист. Он современный анархист. Хорошо. Анархисты — это весело. Я немного увлекаюсь анархизмом. Возможно, это не самый удачный путь, но... О, нет, я думаю, что если вы... Послушайте, вам следует поделиться своими идеями. Нет ничего плохого в том, чтобы размышлять об идеях. Я думаю, что анархисты бросают вызов системам интересными способами. И они мыслят интересными способами. Это просто полезно для души. Это как бы освежает вашу ментальную политику. Да. Я не думаю, что нам действительно следует это делать. Я бы не стала приписывать это кому-то другому, но я никогда по-настоящему глубоко не изучала анархию как философию. Так вот, я хочу, чтобы вы все же подумали об этом. Мне нравится, когда вы, потому что я много читаю о русской революции, рассказываете о том, что там были советы, Ленин и все такое. Но потом появился Кропоткин и ему подобные, анархистская секта. И они были в некотором роде интересными, потому что на самом деле он был своего рода технократом. Он сказал, женщины могут быть более равноправными, если у нас будет бытовая техника. Он был очень увлечен использованием технологий для сокращения объема работы, которую приходится выполнять людям. Но Кропоткин был биологом или кем-то в этом роде. Он изучал животных. И, по-моему, в то время он действительно был журналом природы. Я думаю, что это могло бы даже начаться, как что-то вроде русского журнала. Но он был похож на публикацию исследований. В то время все были увлечены дарвинизмом и теорией выживания наиболее приспособленных. Война — это своего рода механизм, с помощью которого мы становимся лучше. И это было похоже на реальное закрепление в обществе идеи о том, что насилие убивает слабых. И именно так мы становимся лучше. А затем Кропоткин был довольно интересным, потому что он рассматривал примеры. Он находил все эти примеры в природе, где животные как бы помогали друг другу и все такое. И он сказал, знаете, на самом деле, любовь — это механизм выживания. В животном мире существует множество примеров, когда сотрудничество, помощь более слабым существам и все такое прочее на самом деле является эволюционным механизмом. Я имею в виду, вы даже посмотрите на воспитание детей. Воспитание детей — это как бы огромное количество простой любви и доброй воли, и точно так же, как нет никакой немедленной обратной связи. Вы знаете, вы не получаете никакой немедленной отдачи, например, от победы. Это не конкурентоспособно. Это буквально означает, что мы действительно используем любовь как эволюционный механизм в той же степени, в какой мы используем войну. И я думаю, что мы упустили другую часть, и мы переориентировались. Мы переориентировались в культурном плане. Наука и философия немного сориентировались вокруг дарвинизма. Немного чересчур. И модель Кропоткина, я думаю, в равной степени верна. Это похоже на то, что сотрудничество, любовь и прочее также важны для выживания видов и эволюции. Да, это могло бы стать более мощным механизмом выживания в контексте эволюции. И это снова возвращает нас к тому, что мы считаем инженерное дело гораздо более важным, чем материнство. Но это похоже на то, что если вы потеряете материнство, инженерное дело ничего не значит. У нас больше нет людей. Это похоже на то, что мы, я думаю, наше общество должно выживанию, то, как мы видим, мы концептуализируем эволюцию. Действительно должно измениться на «я», полагаю, что это тоже включает в себя эту идею. Да, есть какая-то странная вещь, которая кажется иррациональной, но которая также лежит в основе того, что значит быть человеком. Так вот, любовь — это одна из таких вещей, которая может заставить вас совершать множество иррациональных поступков. Но это глубокая связь и эта преданность — мощная вещь. Они? Они иррациональны или рациональны? Это похоже на то, что мы, возможно, отказываемся от некоторых вещей, чтобы сохранить свою семью, или для того, чтобы понять, каковы наши истинные ценности. Ну что же, хорошо. Я имею в виду, что разумнее всего, если вы придерживаетесь холодной точки зрения экономиста, заниматься материнством или жертвовать своей карьерой ради любви. Если вы оцениваете это с точки зрения заработной оплаты, с точки зрения экономического благополучия, с точки зрения вашего расцвета как человека, это может быть расценено в некоторых показателях как иррациональное или неоптимальное решение. Но проявление любви может быть оптимальным решением. Есть такая поговорка «спаси одну жизнь, спаси мир». Врачи часто сталкиваются с проблемой, которая звучит примерно так. Ну, это считается иррациональным, потому что модель получения прибыли не включает в себя социальное благо. Да, да. Итак, если бы модель получения прибыли включала в себя социальное благо, то внезапно эти решения стали бы рациональными. И это может быть непросто. Это требует изменения наших представлений о прибыли, и, возможно, будет трудно измерить общественное благо. Да, но мы учимся измерять многие вещи. Да, как будто мы переводим многие вещи в цифровую форму. На самом деле мы количественно оцениваем видение и все такое. Мы как бы говорим, ну, знаете, вы заходите на Фейсбук, и им может понравиться, что Фейсбук в значительной степени может предсказать наше поведение. На данный момент мы получили количественную оценку удивительного количества вещей, которые кажутся таинственным сознанием, душой. Так что, несомненно, мы можем дать количественную оценку этим другим вещам. Да, но по мере того, как все больше и больше из нас переходит в цифровое пространство, я хотел бы спросить вас кое о чем с точки зрения фанатов. Мне кажется, что у вас, как у музыканта, у вас, как у онлайн-личности, есть все эти особенности, и вы играете с ними. Одна из замечательных особенностей интернета заключается в том, что вы можете играть с индивидуальностями. Итак, по мере того, как мы все больше и больше погружаемся в цифровой мир, возможно, даже в так называемую метавселенную. Я имею в виду, что мне нравится метавселенная, и мне нравится сама идея, но то, как все это разыгралось, пошло не очень хорошо, и люди сходят по этому поводу с ума. И я думаю, я думаю, что нам нужно это сделать, как будто это временно. Я думаю, что это временно. Вы знаете, как все знаменитости собрались вместе и исполнили песню Джона Леннона и Мэджин, и все начали ненавидеть эту песню Имэджин? Я надеюсь, что это временно, потому что это чертовски хорошая песня. Да-да. Так что я думаю, это просто временно. Как только у вас действительно появляются виртуальные миры, как бы они ни назывались, метавселенная или иначе это становится, я не знаю. Ну что же, у нас действительно есть виртуальные миры. Например, видеоигры «Кольцо Элдона». Вы когда-нибудь играли в «Кольцо Элдона»? Вы еще не играли в «Кольцо Элдона». Я действительно боюсь играть в эту игру. Это в буквальном смысле потрясающе. Это выглядит слишком забавно. Похоже, я бы хотел поехать туда и остаться там навсегда. Да, это так весело. Это так. Это так приятно. О боже. Да, так что это да. Это метавселенная, это и есть метавселенная. Но на самом деле вы не уверены, насколько это захватывающе. В том смысле, что необходима ли интеграция трехмерности, например, виртуальной реальности. Можем ли мы действительно просто взять себя в руки, закрыть глаза и как бы подключиться к двум-де-экрану и стать тем другим существом на некоторое время, провести время и по-настоящему насладиться тем путешествием, в которое мы отправляемся, и мы почти достигли этого. Вы больше не Си, а я больше не Лекс. Вы то самое существо или что-то в этом роде, чтобы это, черт возьми, не значило в этой игре. Да, именно так оно и есть. Я имею в виду, именно поэтому я люблю эти видеоигры. На какое-то время я действительно становлюсь похожим на этих людей. Но похоже, с идеей метавселенной, идеей цифрового пространства, даже в Твиттере у вас появляется шанс быть кем-то в течение длительного периода времени. Например, на протяжении всей жизни. Вы знаете, у вас есть аккаунт в Твиттере на протяжении многих лет, десятилетий, и вы являетесь этим человеком. Я не уверена, хорошо ли это. Меня это очень мучает. А конкретно в Твиттере? Вы представляете себя в социальных сетях? У меня такое чувство, что общественное восприятие меня стало настолько искаженным, что я нахожу это немного тревожным. Это одна из причин, которая мешает мне продолжать заниматься искусством, потому что я просто полностью потерял контроль над повествованием. И повествование таково, что кое-что из этого — моя собственная глупость. Но многое из этого было просто захвачено силами, находящимися вне моего контроля. Да, вы знаете, я в некотором роде зациклился на вещах. Я просто случайный инди-музыкант. Но меня просто втянули в геополитические вопросы. И, например, финансы, фондовый рынок и прочее дерьмо. Так что это просто похоже на то, что есть очень влиятельные люди, которые в разное время были кровно заинтересованы в том, чтобы выставить меня сумасшедшее. И я, черт возьми, не могу с этим бороться. И мне нравится, что люди действительно хотят, чтобы их фигуры знаменитостей были последовательными и оставались неизменными. И, например, у людей есть много эмоциональных вложений в определенные вещи. И, во-первых, как и у меня, я как бы искусственно становлюсь более знаменитой, чем должна быть. Разве все, кто знаменит, не являются искусственно знаменитыми? Нет, но мне кажется, что это должно быть что-то вроде странной нишевой инди-музыки. И я создаю довольно сложную... Я часто занимаюсь сложной, странной, блядь, ерундой. Да, и я случайно по доверенности оказалась втянутой в какую-то странную культуру знаменитостей. Но, похоже, у меня нет опыта работы в средствах массовой информации. Они заставили меня пройти многочасовой тренинг посредством массовой информации. Я бы с удовольствием на это посмотрела. Я бы с удовольствием стал мухой на этой стене. Я не могу этого сделать. Я и я это делаю. И я так стараюсь. И мне нравится учиться этому делу. Уф, и мне нравится. Я поняла это. И я такая. Я поняла это. Я поняла это. Я поняла это. Но я просто не могу перестать повторять «да». Мои губы просто говорят разные вещи. Да, я это просто так. И я просто делаю. Я просто делаю что-то. Я просто совершаю безумные поступки. Я имею в виду, что мне просто нужно совершать безумные поступки. Просто мне не следовало бы этого делать. Это слишком раздражает людей, и все такое противоречивое. А потом все эти побочные ассоциации... Я как будто нахожусь в очень странном положении. И мой публичный имидж, мой аватар, превратился в совершенно безумную вещь, которая полностью вышла из-под моего контроля. Итак, вы чувствуете, что аватар должен быть статичным? Итак, аватар в Твиттер, аватар в Инстаграм, на всех этих социальных платформах, это своего рода бремя. Это становится похоже на то, что люди не хотят принимать меняющийся аватар, хаотичный аватар. Иногда аватары — это глупое дерьмо. Или они считают аватар морально неправильным, или они думают, что аватар, и возможно так оно и было. И как и я, я постоянно подвергаю это сомнению. Как будто я не знаю, все ли правы, а я ошибаюсь. Я не знаю, как бы то ни было, но вы знаете, часто люди приписывают вещам намерения, самые худшие из возможных. На данный момент люди думают, что это так. Но это прекрасно. Можно использовать самые разные слова. Да, да, все в порядке. Я не жалуюсь на это, но мне просто любопытно, что мы живем двойной, тройной, четырехкратной жизнью. И у меня есть другая жизнь. То есть больше людей знают о моей другой жизни, чем о моей реальной жизни. Верно. И это интересно. Вероятно, я имею в виду, что вы тоже, я полагаю. Возможно. Да, но у меня есть такая роскошь. У нас все по-другому, у нас нет. Я не знаю, что я делаю. У вас есть аватар, и вы выражаете свою сущность через этот аватар. У меня есть приятная роскошь, а не роскошь, возможно намеренная, не прилагать особых усилий, чтобы убедиться, что нет никакой разницы между аватаром и частым лицом. Вы постоянно носите костюм? Да, но вы же носите костюм. Я думаю, что не всегда. Например, в последнее время, потому что меня часто узнают, да. Мне приходится не носить костюм, чтобы спрятаться. Я такой интроверт. У меня такая социальная тревожность и все такое прочее. Да, так что прячьтесь подальше. Мне нравится носить костюм, потому что это заставляет меня чувствовать, что я воспринимаю данный момент всерьез. Как будто я. Я не знаю. Да, это заставляет меня чувствовать себя чудаком в лучшем виде. Нет, я чувствую себя превосходно в костюмах. Каждый раз, когда я надеваю костюм, я думаю, я не знаю, почему я больше не занимаюсь этим. В области моды в целом, если вы делаете это для себя, я не знаю, это действительно потрясающая вещь. Но да, я думаю, что определенно существует болезненный способ использования социальных сетей и способ расширения прав и возможностей. И я не знаю, знает ли кто-нибудь еще. Кто-нибудь из нас знает, что есть что. Поэтому мы пытаемся разобраться в этом. Некоторые люди считают, что Донья Кэт просто великолепна в этом деле. Это просто невероятно. Просто мастерски. Да. Я не знаю, нравится ли вам следить за этим. Да, 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 да. И так, и так, хорошо. И так. Не принимайте ничего всерьез. Шутите. Абсурдный юмор и тому подобное. Я думаю, что Донья Кэт, возможно, сейчас является величайшим из ныне живущих комиков. Меня больше развлекает Донья Кэт, чем настоящие комики. Она действительно чертовски забавна в интернете. Она просто великолепна в социальных сетях. Это просто ее медиум. Да, природа юмора. Юмор в социальных сетях — это тоже прекрасная вещь. Абсурдность. Это абсурдно. И мемы. Я просто хочу воспользоваться моментом. Да, мемы. Да. Мне нравится, когда мы говорим о искусстве, о заслугах, о том, как это делается, и об аутентичности. Мне нравится, что здесь есть это. Я имею в виду, что сейчас мемы больше не являются чем-то новым. Но это все еще зарождающаяся форма искусства, которая полностью без эгоизма и анонимности, и мы просто не знаем, кто это сделал. И это похоже на главную роль в комедии. И это совершенно анонимно. И это просто невероятно красиво. Это просто похоже на прекрасный коллективный проект человеческого искусства, который представляет собой децентрализованную комедийную штуку, благодаря которой мемы так сильно дополняют мой день и дни многих людей. И это похоже на то, что я не знаю. Я не думаю, что люди когда-либо... Я не думаю, что мы достаточно часто останавливаемся и просто осознаем, насколько отвратительно существование мемов. Да. И еще потому, что в современную эпоху создается совершенно новый вид искусства, которого раньше не существовало. Я имею в виду, что они вроде как существовали, но так, как они существуют сейчас. Вот так, я и мои друзья. Мы шутим, что мы занимаемся добычей полезных ископаемых для мемов или фермерством. Фермерством для мемов, как в видеоигре. И, например, торговцы мемами и тому подобное. Как будто это, ну вы знаете, это целое. Мемы — это целое, как новый комедийный язык. Ну что же, это такая форма искусства. Самое интересное в этом заключается в том, что неудачники, похоже, не очень хорошо разбираются в мемах. Например, корпорации не могут внедриться в мемы. Да, они действительно не могут этого сделать. Они могут попытаться. Они пытаются. Но это как-то странно, потому что они так стараются. И время от времени я говорю себе «отлично, у тебя получилось». Мне кажется, я видела одну или две хорошие фотографии. Но похоже, да, они действительно не могут этого сделать. Потому что они квиты. Корпорация проникает в Веб-3. Мне действительно грустно от этого. Да, но они не могут проникнуть в мемы, и я думаю, что в этом есть что-то действительно прекрасное. Это придает нам силу. Именно поэтому Dogecoin так силен. Это похоже на то, что хорошо, я обращусь к вам, как к любому, кто пытается централизовать, пытается контролировать богатых людей, которые пытаются вмешаться и контролировать это, контролировать повествование. Вау, я как-то не подумала об этом, но... Как бы вы починили Твиттер? Как бы вы починили социальные сети для себя? Вы оптимист, вы позитивный человек. В настоящее время вы проявляете некоторый цинизм по отношению к этой конкретной маленькой части человечества. Я склонен думать, что Твиттер — это не то, что могло бы быть красивым. Я не настолько цинична по этому поводу. Я не настолько цинична по этому поводу. На самом деле, я принципиально отказываюсь быть циником. Да, я просто вкратце выразила некоторые личные чувства. Личные вещи. Это просто, боже мой, это был просто какой-то личный пафос. Но я просто хотела немного выплеснуть свои эмоции, просто сказать, что у меня нет рака. Я люблю свою семью. У меня хорошая жизнь. Я такая, то есть, если это моя самая большая проблема, одна из моих самых больших проблем, то это хорошая жизнь. Да, я это была вкратце. Хотя я действительно думаю, что в Твиттере есть много проблем только с точки зрения общественного психического здоровья. Но из-за моей близости к текущим драмам, я честно чувствую, что у меня не должно быть своего мнения по этому поводу, потому что я думаю... Если Илон в конечном итоге получит Твиттер, то есть будет арбитром истины или публичного обсуждения, это не моя ответственность, а моя. Я недостаточно квалифицирована, чтобы нести за это ответственность. Я не хочу говорить ничего такого, что могло бы разрушить демократию. И поэтому мне просто нравится. На самом деле, я действительно думаю, что у меня не должно быть своего мнения по этому поводу, потому что я действительно не такая. Я не хочу иметь неправильное мнение по этому поводу. И я думаю, что я слишком близко подхожу к реальной ситуации. Да, то, чего мне не следовало бы делать, у меня есть мысли в голове. Но я думаю, что меня пугает моя близость к этой ситуации. Разве это не безумие, что несколько слов, которые вы могли бы произнести, могут изменить ситуацию в мире и причинить боль людям? Я имею в виду, что такова природа знаменитости в определенный момент, что вы должны быть... Вы должны быть немного, совсем немного. Не настолько, чтобы это-это разрушает вас, или накладывает слишком много ограничений, но вы должны немного подумать о влиянии ваших слов. Я имею в виду, что мы люди, когда разговариваем с кем-то в баре, должны задуматься о последствиях своих слов. Например, вы могли бы сказать что-то позитивное. Вы можете думать о негативных вещах. Вы можете повлиять на направление жизни человека. Но в социальных сетях ваши слова могут повлиять на направление многих жизней. Это безумие. Мы живем в сумасшедшем мире. Стоит задуматься об этой ответственности. Отнеситесь к этому серьезно. Иногда, точно так же, как это сделали вы, выбирайте вид молчания, выбирайте вид уважения. У меня действительно есть много мыслей по этому поводу. Я просто согласна. Ууу, я просто не считаю, что если мои мысли неверны, то у меня есть недостатки. Это единственная правильная ситуация. Ставки высоки. Некоторое время назад вы упомянули, что принадлежите к секте, которая сосредоточена вокруг бюрократии. И так вы действительно ничего не можете сделать, потому что это связано с большим количеством бумажной волокиты. И я действительно люблю культ. Это прямо как в стиле кафки. Да, вы знаете. Я просто хотел сказать, что это было похоже на шутку, но я знаю, что мне нравится эта идея. Империя священного дождя. Да, это было похоже на кафкианский культ бюрократии. Но мне кажется, что именно такова человеческая цивилизация. Потому что, когда вы сказали это, я подумал, о, это и есть то, что представляет собой человечество. Это бюрократия называется. Да, у меня есть такая теория. Я действительно считаю, что бюрократия действительно начинает нас убивать. И я думаю, что нам нужно переориентировать законы и всё такое прочее. Например, я думаю, что нам просто нужны ограничительные положения по всем вопросам. Я думаю, что изменения в культуре происходят очень быстро, а изменения в технологиях и во всём остальном происходят так быстро. Когда вы видите эти слушания о социальных сетях и Кеймбридж-Аналитика, и все говорят, это похоже на то, что... Даже с этого момента произошло так много технологических изменений, связанных с подобными слушаниями. И это похоже на то, что сейчас мы пытаемся разработать все эти законы, касающиеся искусственного интеллекта и прочего. Я чувствую, что мы должны обновлять эти законы каждые пять лет. И, похоже, одна из самых больших проблем в нашем обществе прямо сейчас заключается в том, что мы просто увязаем в законах. И это очень затрудняет что-либо менять и развивать. Например, в Остине, например, я не хочу говорить об этом слишком много, но, например, один из моих друзей работает над законопроектом «Жильё в Остине», чтобы попытаться предотвратить ситуацию, похожую на ситуацию в Сан-Франциско. Потому что очевидно, что мы получаем здесь маленький мини-Сан-Франциско. Цены на жильё стремительно растут. Это приводит к массовому облагораживанию. Это будет действительно плохо для тех, кто не очень богат. Здесь так много бюрократии. Одна из причин, по которой это происходит, заключается в том, что вам нужны все эти разрешения на строительство. Требуются годы, чтобы получить разрешение на строительство чего бы то ни было. Это так сложно построить. Таким образом, количество жилья здесь очень ограничено, и наблюдается огромный приток людей. И это похоже на то, что это микрокосм-проблем, которые происходят по всему миру, где мы имеем дело с законами, которые примерно равны 10, 20, 30, им 40, 100, 200 лет. И они больше не актуальны. И это только замедляет все процессы и причиняет огромную социальную боль. Да, но в то же время мне становится грустно, когда я вижу, как политики говорят о технологиях, но на самом деле они этого не понимают. И что самое главное, им не хватает любопытства, и это как бы вдохновляет на волнение. Да, о том, как все это работает, и все такое прочее. Они просто очень цинично относятся к технологиям. С их точки зрения, технологические компании просто пытаются причинить зло миру, и у них нет никакого интереса к тому, как работают рекомендательные системы, или как работают системы искусственного интеллекта, обработка естественного языка, как работает робототехника, как работает компьютерное зрение. Они всегда придерживаются максимально циничной интерпретации того, какая технология будет использоваться. И мы определенно должны быть обеспокоены этим. Но если вы постоянно беспокоитесь об этом и принимаете меры регулирования, основываясь на этом, вы просто замедлите все инновации. Я действительно считаю, что сейчас первостепенной задачей является устранение негативной энергии, связанной с появлением Силиконовой долины. Я думаю, что в то время многие вещи были очень безответственными. И даже нынешняя ситуация с Твиттером и всем остальным, похоже, привела к большому количеству негативных последствий такого рода бума технократии. Но одна из вещей, которые происходят, заключается в том, что это как бы отдаляет людей от желания интересоваться технологиями. И я действительно думаю, что технологии, вероятно, одни из лучших, возможно, самые лучшие. Я думаю, что мы можем легче решить многие наши проблемы с помощью технологий, чем с помощью борьбы с сильными мира сего, не возвращаясь к цитате из «Звездных войн». Или цитата Бакминстера Фуллера. Давайте, если можно, ненадолго перейдем к некоторым темным вопросам. В какое самое темное место вы когда-либо погружались в своем сознании? Есть ли у вас в памяти какое-то время, период времени, момент, который был для вас трудным? Я имею в виду, что когда мне было 18 лет, моя лучшая подруга умерла от передозировки героина. И это было похоже на то, что было у меня. И вскоре после этого одна из моих лучших подруг покончила с собой. И это было похоже на то, как я вступаю во взрослую жизнь, сталкиваясь с двумя самыми важными людьми в моей жизни, умирающими чрезвычайно тревожными, жестокими способами. Было настоящим потрясением. Много. Это было очень много. Вы скучаете по ним? Да, я определенно скучаю по ним. Заставило ли это вас задуматься о вашей собственной жизни, о том, насколько она ограничена? Куда могут завести ваши мысли? Задумывались ли вы когда-нибудь на расстоянии о своей собственной смерти или, может быть, даже о том, чтобы свести счеты с жизнью? О, никогда. О, нет, нет. Мне так нравится моя жизнь. Вы любите жизнь. Я не могу представить себе самоубийство. Я так боюсь смерти. Я этого не делала. Я слишком боюсь смерти. Мой менеджер – настоящий дзен-человек. Мой менеджер всегда говорит, вам нужно смириться со смертью. Вам нужно смириться со смертью. И я говорю, послушайте, я могу провести вашу медитацию. Я могу провести медитацию, но я не могу принять смерть. Мне нравится, я буду сражаться. О, значит, вы боитесь смерти. Я боюсь смерти. Мне нравится сражаться. Хотя на самом деле я считаю, что смерть важна. Недавно я была на собрании, посвященном бессмертию, и в процессе обсуждения это стало основной темой встречи. Хорошо, я прошу прощения. Нет, нет, это была та девушка. Это была группа людей, которые работали над чем-то вроде борьбы со старением. Правильно. Это было похоже на что-то вроде семинарии. И я вошла в нее очень взволнованно. Я подумала, да, хорошо, что у тебя есть. Как я могу прожить 500 или 1000 лет? А затем, в ходе встречи, это было примерно так. Да, это было примерно через 2 или 3 дня после начала российского вторжения. И я подумала, чувак, а что если бы Путин был бессмертен? А что если я скажу, чувак, может быть бессмертие, это не очень хорошо? Я имею в виду, что, например, если вы углубитесь в более поздний материал Дюны, бессмертные создадут массу проблем. Потому что, как мы уже говорили ранее о музыке и о том, что мозги кальцинируются, хорошие люди могут стать бессмертными, но плохие люди могут стать бессмертными. Но я также думаю, что даже самых лучших людей власть развращает, а власть отдаляет вас от обычного человеческого опыта. Верно, это люди, которые становятся все более и более могущественными. Я думаю, что смерть может быть важна даже для самых лучших людей, которым нравится, у которых потрясающий мозг, как будто это так. Я думаю, что смерть — это часть «да». Понимаете? Например, я думаю, что с искусственным интеллектом мы могли бы рассмотреть одну вещь, я не знаю. Я, когда говорю об искусственном интеллекте, не являюсь таким уж экспертом, и, вероятно, у каждого есть все эти идеи, и они уже продуманы. Но когда я говорю, что никто ни в чем не является экспертом, эс, хорошо, продолжайте. Но когда я? Как раз о том, о чем вы говорили. Да, но мне нравится. Я думаю, что это просто своего рода обрезка. Но это сложная вещь, потому что если слишком много внимания уделяется молодежной культуре, то у вас не хватает мудрости. И так я чувствую, что сейчас мы находимся в сложном положении. Мы переживаем сложный момент в обществе, когда кажется, что у нас есть действительно улучшенная жизнь в течение длительного времени. И так есть все эти действительно похожие на стариков люди, которые действительно голосуют против благополучия других людей. Молодые люди. И это похоже на то, что не должно быть всех этих студенческих долгов, и нам нужно здравоохранение, всеобщее здравоохранение. И типа просто голосую против, типа в наилучших интересах. Но тогда у вас есть все эти молодые люди, которым не хватает мудрости, которые говорят, да, нам нужен коммунизм и все такое. И это просто похоже на то, что буквально в какой-то момент меня отменили из-за того, что я по иронии судьбы использовал цитату из Сталина в своем школьном ежегоднике. Но на самом деле это было похоже на дисквалификацию против моей старшей школы. Да, я это видела. Да, и люди говорили, раньше ты был сталинистом, а теперь ты классовый предатель. И это было похоже на то, что это было похоже на то, что, о, чувак, просто похоже на то, что да. Пожалуйста, загуглите Сталин. Да, пожалуйста, загуглите Сталин. Как будто вы, да, игнорируете его уроки истории, да. Похоже, что мы находимся в действительно странной ситуации, когда мы не можем найти золотую середину между мудростью и свежими идеями, и они борются друг с другом. Мне действительно нравится, что нам нужны свежие идеи и мудрость, чтобы сотрудничать. Да, и это похоже на... Ну, в некотором смысле, борьба — это поиск золотой середины. И в некотором смысле, возможно, мы находим золотую середину. Возможно, именно так выглядит золотая середина. И в системах искусственного интеллекта должно быть обучение с подкреплением. У вас есть танец между исследованием и эксплуатацией своего рода безумия. Материал, чтобы посмотреть, есть ли что-нибудь получше. Выберите то, что вы считаете оптимальным, а затем делайте то, что оптимально, и отталкивайтесь от этого. Вы могли бы, Стюарт Рассел, я не знаю, знаете ли вы, кто это такой, специалист по искусственному интеллекту, который думает о том, как управлять сверхразумными системами искусственного интеллекта. И его идея заключается в том, что мы должны привнести неопределенности своего рода смирения в системы искусственного интеллекта, чтобы они никогда, как они становясь все мудрее, и мудрее, и мудрее, и умнее, они никогда не бывают по-настоящему уверены. Они всегда сомневаются в себе. И в каком-то смысле, когда вы думаете о молодых людях, это механизм возникновения сомнений. Это похоже на то, как общество сомневается в том, является ли то, к чему оно пришло, правильным ответом. Итак, голоса молодых людей — это общество, задающее себе вопрос. То, как я занимался чем-то последние 50 лет, может быть, это неправильный путь. Таким образом, вы можете получить все это в рамках одной системы искусственного интеллекта. Я также считаю, что нам нужно... Я имею в виду, что на самом деле это действительно интересно и действительно круто. Но я также думаю, что существует прекрасный баланс. Я думаю, что мы, возможно, также переоцениваем идею о том, что старые системы всегда плохи. И я думаю, что есть вещи, которые мы совершенствуем, и мы можем случайно опрокинуть те вещи, которые на самом деле достигли хорошего уровня. Да, именно потому, что мы ценим. Мы так высоко ценим разрушение. И мы так высоко ценим борьбу с предыдущими поколениями, что иногда мы делаем два шага вперёд, один шаг назад, потому что... Хорошо. Мы, возможно, в некотором роде, мы действительно решили эту проблему. И теперь мы такие, что всё испортили. И я думаю, что здесь тоже есть что-то среднее. Да, мы ищем золотую середину. Позвольте мне задать вам несколько безумных вопросов. Хорошо? Хорошо. Вы можете ответить на них коротко или пространно. Какой самый страшный поступок вы когда-либо совершали? Эти вопросы будут просто смешными. Что-то маленькое или что-то большое? Прыжки с парашютом или гастроли? Ваша первая запись будет включена в этот подкаст. У меня было два сумасшедших столкновения. По-настоящему страшных столкновения со смертью, в которых я случайно осталась невредимой. Но я не знаю, стоит ли мне рассказывать об этом здесь. Ну, я не знаю. Но тем не менее, я думаю, что, возможно, я самый счастливый человек на свете. Хотя, возможно, это слишком мрачно для подкаста. Я не уверена, что это хороший контент для подкаста. Я не знаю, что это за хороший контент, который он может захватить. Вот более безопасный контент. Я имею в виду, что рождение ребенка действительно напугало меня. Да, во время, после. Просто процесс рождения. Операция просто рождения ребенка — это действительно страшно. Значит, это просто медицинский аспект, а не ответственность. Были ли вы готовы к ответственности? Не так ли? Были ли вы готовы стать матерью? Все те прекрасные вещи, которые сопровождают материнство, о которых вы говорили, все перемены и все такое. Были ли вы готовы к этому? Были ли вы, чувствовали ли вы себя готовыми к этому? Нет. Я думаю, что потребовалось около 9 месяцев, чтобы начать готовиться к этому. И я все больше готовлюсь к этому. Потому что теперь вы продолжаете осознавать все больше вещей по мере их появления. По мере роста сознания. Да. И то, чего вы не заметили в первом фильме, теперь, когда вы увидели, что первый фильм старше, вы замечаете это больше. Что-то вроде экзистенциального ужаса, того, что приходишь в сознание с малышкой Уай или малышкой Сейлор Марс, или кем-то еще. На данный момент у нее так много имен, что, вероятно, нам действительно нужно остановиться на одном. Если бы вы могли на один день стать кем-то другим, кем-то, кто живет сегодня, но с кем вы еще не встречались, кем бы вы были. Могу ли я моделировать состояние их мозга? Или я просто буду находиться в их теле? Вы можете выбрать степень, в которой вы моделируете состояние их мозга. Потому что, чтобы вы все еще могли взглянуть на ситуацию с точки зрения третьего лица и осознать, вы должны осознать, что вы можете быть живы или мертвы. Нет, ой, если бы это был кто-нибудь из вас, они были бы возвращены к жизни. Верно, если бы они были мертвы. Да, да, вы можете вернуть людей к жизни, как Гитлера или Сталина. Да, я хочу понять, что такое зло. Кто бы вы ни были, вам нужно было бы, ой, испытать, на что это похоже. Я хочу проникнуть в их мозг и почувствовать то, что чувствуют они. Я тот, кто может изменить вас навсегда, вернувшись из этого состояния. Да, но я думаю, что это также помогло бы мне понять, как это предотвратить и исправить. Возможно, это одна из тех вещей, осознание которых, как только вы это испытаете, станет для вас тяжелым бременем. Потому что вы не сможете перенести это, да? Но многие вещи являются бременем. Но это полезная нагрузка. Но это полезная нагрузка, да. Да. Это точно. Я хочу понять зло, психопатию, все такое. Да, у меня есть все эти поддельные аккаунты в Твиттере, где мне нравится заходить в различные алгоритмические пузыри, чтобы попытаться понравиться и понять. Это потрясающе. Я продолжу ссориться с людьми и пойму, что на самом деле мы не ссоримся. Я думаю, что раньше мы существовали в монокультуре, до появления социальных сетей и прочего. Нас всех кормили одним и тем же, так что мы все говорили на одном культурном языке. Но я думаю, что в последнее время одна из вещей, которую мы недостаточно хорошо диагностируем с помощью социальных сетей, заключается в том, что существуют разные диалекты. Существует так много разных диалектов китайского языка. В настоящее время появляются различные диалекты английского языка. Я начинаю понимать, что есть люди, которые говорят совершенно одни и те же вещи, но используют совершенно разные словосочетания. И мы как бы наказываем друг друга за неправильное использование словосочетаний. И мы совершенно неправильно понимаем друг друга. Люди просто не понимают, что говорят другие люди. Я только что поссорилась с другом по поводу анархизма, коммунизма и прочего дерьма примерно на два часа. А потом к концу разговора она что-то сказала, и я подумала, ну это буквально то, что я говорю. И она спросила, что что. А потом, а потом я подумала, черт возьми, у нас есть по-другому, я думаю, наш английский, то, как мы понимаем терминологию, кардинально отличается. Наши пузырьки алгоритмов создают мини-диалекты и... о том, как интерпретируется язык, о том, как он используется. Это так увлекательно. И вот мы как бы вступаем в спор, в котором нет необходимости. И происходит поляризация, которая не обязательно должна происходить, потому что у нас есть такие, как бы созданные алгоритмом диалекты. Кроме того, в разных частях света говорят на разных языках. Таким образом, общение в буквальном смысле теряется при переводе. Так случилось, что я знаю русский язык, и я просто знаю, насколько он отличается, да, от английского языка. И мне просто интересно, как много теряется в маленьком человеке, на самом деле потому, что у меня есть к вам вопрос. Завтра у меня выходит песня с участием УСЭТ РИПИК российской группы. И я хорошо говорю по-английски, немного по-русски. Я посмотрела на название, и оказалось, что английское название не совпадает с русским. Мне это интересно, потому что, посмотрите, здесь написано, как называется это название по-английски. Название по-английски «Последний день». А затем название по-русски звучит так. Мое произношение по-русски «Отстой». Как будто. Да, новый день. Новый день. Да, да, новый день. Новый день. Как будто это два разных значения. Да, да, новый день, да. Да, да, новый день. Да, новый день, но последний день. Таким образом, последний день был бы да. Может быть они или может быть название включает в себя как русский, так и, и это для возможно. Это для, может быть это для двуязычных, если честно говорящих на иностранном языке, звучит лучше, чем просто музыкально, как скажи это еще раз. Говоря на иностранном языке, наступил новый день. Да, это текущий день. И последний день. Это последний день. Я думаю, говоря на иностранном языке, мальчик. Мне это не нравится, но смысл совсем другой. Да, да. На самом деле это просто потрясающе. В этом есть явный контраст. Если бы все люди на Земле исчезли и остался бы только вы, как бы выглядел ваш день? Например, что бы вы сделали? Все мертвы, насколько вы понимаете, там есть трупы? Нет, серьезно, это очень важно. Дайте мне хорошенько все обдумать. Это большая разница, если там просто поют птицы, по сравнению с трупами, усеивающими улицу. Да, здесь повсюду трупы. Мне очень жаль. Это так, и вы на самом деле не знаете, что произошло, и вы не знаете, почему вы выжили, и вы даже не знаете, есть ли там другие люди. Но кажется очевидным, что все это ушло. Что бы вы сделали? Что бы я сделал? Послушайте, я тот, кто действительно наслаждается моментом, наслаждается жизнью. Я бы просто продолжал наслаждаться неодушевленными предметами. Я бы просто искал пищу, чтобы выжить. Но в основном я просто. Послушайте, когда я просто гуляю и смотрю на улицу, я просто счастлив, что мы существуем на этой планете. Что бы иметь возможность дышать воздухом? Все это просто великолепно. Здесь полно красок. Все в этом роде, просто в жизни так много всего интересного, в том числе в вашей собственной жизни, в сознательной жизни, что это чертовски потрясающе. Так что я бы просто наслаждался этим. Но также, возможно, через несколько недель инженер начнет проявляться. Например, я хочу кое-что построить. Возможно, всегда есть надежда найти другого человека. Возможно. Возможно, вы ищете другого человека. Возможно, вы пытаетесь связаться с теле или радиостанцией и передать что-нибудь в эфир. Я... да. Это интересно. Я как-то не подумал об этом. Так что, если серьезно. Да. Максимально развивайте свою способность устанавливать контакт с другими людьми. Да. Передайте что-нибудь по радио. Возможно, вы попытаетесь найти другого человека. Вы были бы взволнованы, увидев или встретив другого человека, или пришли бы в ужас. Потому что... Я была бы в восторге. Даже если бы они. Несмотря ни на что. Да, 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 да. Быть одинокой в последний, пусть и долгий, период моей жизни было бы действительно ужасно. Это единственный случай, когда я могла бы покончить с собой. Я не думаю, что покончила бы с собой. Но я могла бы покончить с собой, если бы мне пришлось пройти через это. Вы любите людей? Вы любите общаться с другими людьми? Да. Я тоже отчасти ненавижу людей, но я да. Это отношение любви и ненависти. Да. У меня такое чувство, что у нас была куча странных вопросов по Ницше и тому подобному. А, да. Мне интересно, потому что я спрашиваю себя, интересно ли это людям, чтобы они просто задавали такие вопросы. Или я не знаю, может быть, люди так и поступают. Когда я слушаю подкасты, я увлекаюсь такими знаниями, как суровые знания. Я просто обожаю слушать Дэна Карлина. Я такая, изложите мне факты. Я просто так понимаю, что да. Факты проникают в мою кровь. Но вы также не знаете, насколько увлекателен ваш ум для изучения. Итак, то, чего вы не осознаете, когда говорите о вещах, которые вы считаете само собой разумеющимися, на самом деле уникальны и увлекательны. То, как вы мыслите. Не всегда то, как вы рассуждаете, является захватывающей вещью. Да, хорошо. Это интересно слушать, потому что люди как бы видят, о, есть и другие люди, которые думают по-другому. Они по-другому исследуют свои мысли. Это круто, это тоже круто. Да. Итак, да, Дэн Карлин, пересказ истории. Кстати, его пересказ истории очень интересен. Я думаю, что самое захватывающее, это не сама история, а его способ мышления об истории. Нет, я думаю, что Дэн Карлин – один из тех людей, которые действительно вдохновили меня на революцию в образовании. Потому что Дэн Карлин привил мне, привил, мне уже нравится, действительно нравилась история. Но он привил мне просто навязчивую любовь к истории. Во мне до такой степени, что сейчас я, блядь, читаю, ложась спать, например, четвертую часть расцвета и падения Третьего Рейха, или что-то в этом роде. Я, например, посмотрю, что это за история с тупой задницей. Он типа открыл эту дверь, что типа заставило меня захотеть стать знатоком этой темы. Я чувствую, что он такой хороший учитель. Ему просто нравится. И это заставило меня почувствовать, что одна из вещей, которые мы могли бы сделать с образованием, это найти таких замечательных учителей, которым нравится создавать страсть к теме. Потому что это аутодидактизм. Я не знаю, как правильно это выразить, но, как и самообучение, происходит намного быстрее, чем когда тебе читают лекции. Например, гораздо эффективнее иметь возможность обучать себя, а затем задавать вопросы учителю, когда ты этого не делаешь. Я знаю, в чем дело. Но, например, именно поэтому это похоже на университет и все такое. Как будто вы можете выучить гораздо больше материала, так много быстрее. Потому что вы делаете большую часть обучения самостоятельно, и обращаетесь к учителям, когда у вас возникают проблемы. Но, как и эти учителя, которые могут вдохновить на увлеченность какой-либо темой, я считаю, что это один из самых бесценных навыков для всего нашего вида. Например, потому что, если вы можете это сделать, то вы, это похоже на искусственный интеллект, который будет обучать сам себя гораздо эффективнее, чем мы можем научить этому. Нам просто нужно довести его до такой степени, чтобы он мог сам себя обучать. А затем он находит мотивацию для этого. Верно. Да. Так что, похоже, вы вдохновляете его на это. Да. И тогда он мог бы, он мог бы научиться сам себе. Что вы думаете о том факте, что вы упомянули расцвет и падение третьего рейха? Я просто. Вы читали это? Прочтите это дважды. Вы прочитали это дважды? Да. Хорошо. Потому что никто даже не знает, что это такое. Да. И я подумала, что это просто потрясающая книга. Это просто супер. Я не такая. Это классика. Я не так уж далеко продвинулась в этом. Но это так. Это так интересно. Да. Это написано человеком, который был там. И это очень важно для того, чтобы понять, что вы начинаете задаваться вопросом. Как это могло случиться? А потом, когда вы читаете расцвет и падение третьего рейха, возникает ощущение, что люди очень старались, чтобы этого не произошло. Люди пытались. В какой-то момент они почти восстановили монархию, пытаясь предотвратить это. Они почти отказались от демократии, чтобы этого не произошло. По крайней мере, у меня такое чувство, что есть куча мелких моментов, которые могут изменить ход истории. Да. Это похоже на небольшие встречи. Да. Взаимодействие между людьми. И это одновременно пугает и вдохновляет, потому что это похоже даже на простые попытки убийства. Гитлер снова и снова терпел неудачу. И они были так близки. Это было похоже на операцию Валькирия? Угу. Это так вкусно, тьфу. И кроме того, это действительно тяжелая ноша, которая заключается в том, что с геополитической точки зрения роль лидеров заключается в том, чтобы увидеть зло до того, как оно действительно станет злом, предвидеть его и противостоять ему зло. Потому что зло на самом деле довольно редко встречается в этом мире, особенно в таких масштабах, как у Гитлера. В современном дискурсе мы склонны называть людей злом слишком поспешно, но если вы посмотрите на древнюю историю, то увидите, что Гитлеров было множество. Я на самом деле считаю, что это скорее норма, чем что-то вроде возвращения к моей теории разумного замысла. Я думаю, что одна из вещей, которую мы успешно делаем на нашем медленном пути от выживания наиболее приспособленных к разумному замыслу, заключается в том, что мы как бы искореняем. Например, если вы посмотрите на древнюю Осирию и все такое прочее, то увидите, что это дерьмо было таким жестоким. И точно так же, как и головы на голове, жестоким. Как Чингисхан. Точно так же, как геноцид, после геноцида, после геноцида. Есть что-то вроде того, как тела чумных людей перебрасывают через стены и уничтожают целые города. Или что-то вроде мусульманских завоеваний Дамаска и прочего дерьма. Люди раньше города постоянно сравнялись с землей. Хорошо, давайте перейдем к коллапсу бронзового века. По сути, там было общество почти римского уровня. По всему миру существовала глобальная торговля. Все было потрясающе. Благодаря сочетанию, я думаю, небольшого изменения климата, а затем развития производства железа. Потому что, по сути, бронза могла появиться только благодаря этому способу изготовления бронзы. Все должно было проходить через эту единственную иранскую шахту. Получается, что существовала только одна цепочка поставок. И это одна из причин, которая заставляет меня беспокоиться о цепочках поставок. И почему я считаю, что мы должны быть так внимательны к этому вопросу. Я думаю, что наша самая большая проблема с обществом прямо сейчас, например, то, что, скорее всего, пойдет не так, это, вероятно, коллапс цепочки поставок. Понимаете? Потому что война, изменение климата, что угодно, все, что приводит к коллапсу цепочки поставок, наше население слишком велико, чтобы справиться с этим. И вот еще, что, похоже, вызывает темные века. Это массовый коллапс цепочки поставок. Но это... Интересно. Произошел коллапс бронзового века. Это было что-то вроде древнего коллапса, который произошел, когда буквально древний Египет, все эти города, все просто было уничтожено. Разрушены и заброшенные города. Их там сотни. Это было процветающее общество. Мы почти достигли современности, и все выровнялось. И у них было это мини-средневековье. Но это было просто похоже на то, что с того времени сохранилось так мало письменных свидетельств, что, похоже, не так уж много информации о коллапсе бронзового века. Но, по сути, это было равносильно средневековью, средневековым темным векам. Но это только что произошло. Я не собираюсь. Я не знаю, сколько лет прошло, но как будто тысячи лет назад. А потом мы вроде как оправились от краха бронзового века. Империя восстановилась. Письменность, торговля и все остальное восстановилось. А затем у нас, конечно же, наступили более современные темные века. А затем, с течением времени, мы разработали механизм, который уменьшает разрушительные возможности, связанные с появлением центров силы. Да, есть еще записи о более современных темных веках. Так что я думаю, у нас есть лучшее понимание того, как этого избежать. Но я по-прежнему считаю, что мы подвержены высокому риску этого. Я думаю, что это один из самых серьезных рисков прямо сейчас. Таким образом, естественное состояние человеческого существования заключается в том, что Гитлеров должно быть много. Мы только что достигли больших успехов в создании препятствий для их появления. Мы стали лучше сотрудничать. Да, и противостоять силам, стремящимся к власти авторитаристам. Мы пытаемся исследовать страну за страной. Похоже, мы преодолеваем это. Мы как бы медленно, постепенно движемся к тому, чтобы стать не страшными аутскульными военными вещами. И я думаю, что видеть, как это происходит в некоторых странах, которые, по крайней мере, номинально должны были пройти через это, это пугает. Потому что это напоминает нам о том, что это может случиться. Например, в тех местах, которые были сделаны, например, перемещены, предположительно так же, как, надеюсь, прошли мимо этого. И, возможно, на уровне цивилизации, как вы сказали, коллапс цепочки поставок может привести к ограничению ресурсов людей. Может привести к отчаянию, гневу, ненависти, насилию и снова втянуть нас в это. Я имею в виду, что коллапс цепочки поставок — это то, как в конечном итоге Средневековье привело к коллапсу цепочки поставок. Это похоже на людей, потому что люди зависели от определенного уровня технологий. Люди, вы посмотрите на Британию, у них было стекло, у людей были акведуки. У людей были, например, обогрев и охлаждение помещений. И, например, водопровод, и, например, покупка продуктов питания со всего мира. Люди, например, не знали, как охотиться, добывать пищу и заниматься собирательством. И поэтому мы находимся в похожей ситуации. Мы недостаточно образованы, чтобы выжить без технологий. Итак, если у нас произойдет коллапс цепочки поставок, который, например, ограничит наш доступ к технологиям, произойдет массовый голод, насилие, перемещение населения и война. Что это значит? Это тоже да. На мой взгляд, это что-то вроде основного признака мрачности, того, что такое темный век. Ну что же, технология в некотором роде позволяет нам быть более устойчивыми с точки зрения цепочки поставок, с точки зрения различных катастрофических событий, которые происходят с нами. Хотя пандемия в некотором роде поставила под сомнение нашу готовность к катастрофическим последствиям. Как вы думаете, какое самое крутое изобретение придумали люди? Колесо, огонь, компьютеры для приготовления мяса, компьютеры. Компьютеры? Долбаные компьютеры. Интернет или компьютеры? Какой из них? Как вы думаете, предыдущие технологии, я имею в виду, возможно, были даже более глубокими, и в определенной степени продвинули нас вперед. Но я думаю, что компьютеры — это то, что делает нас людьми техно. Я думаю, что это именно то, что нужно, да? Это увеличение мозга. И таким образом, это позволяет реально эволюционировать. Компьютеры ускоряют степень, в которой все другие технологии также могут быть ускорены. Как бы вы отнесли себя к Homo sapiens или Homo tecno? Это определенно Homo tecno. Итак, вы, я думаю, все мы такие. Вы один из самых ранних представителей этого вида? Я думаю, что большинство из нас таковыми и являются. Как я уже сказала, я думаю, что если бы вы посмотрели на снимки нашего мозга по сравнению с людьми столетней давности, это выглядело бы совсем по-другому. Я думаю, что мы физиологически отличаемся друг от друга. Неужели даже взаимодействие с устройствами изменило наш мозг? И что же, если вы посмотрите на результаты многочисленных исследований, которые показывают, что существует определенная степень наследственной памяти? Таким образом, некоторые из этих физиологических изменений теоретически должны передаваться нам по наследству. Таким образом, это не тот случай физиологических изменений, который может сойти на нет. Теоретически, это должно распространяться и на наше потомство. Говоря о потомстве, какой совет вы бы дали молодому человеку, например, в старшей школе, будь то художник, креативщик, инженер или любой другой карьерный путь. Или может быть просто жизнь в целом, как они могут прожить жизнь, которой могли бы гордиться. Я думаю, что одна из моих главных мыслей, особенно сейчас, когда у меня есть дети, заключается в том, что, по-моему, мы уделяем недостаточно времени обучению творчеству. И я думаю, что креативность — это такой же мускул, как и другие вещи. И здесь очень много внимания уделяется тому, чтобы научиться играть на пианино, а затем вы сможете написать песню, или, например, изучить технические аспекты. А затем вы сможете что-то сделать. Но я думаю, что у меня есть друг, который является величайшим гитаристом в мире. Он потрясающий продюсер, работает с другими людьми. Но на самом деле ему нравятся звукорежиссеры и звукозаписывающие компании. Он играет соло. Но на самом деле ему не нравится создавать свою собственную музыку. И я разговаривала с ним. И я подумала, чувак, ты такой талантливый в музыке. «Почему бы тебе не заняться музыкой или чем-то еще?» А он ответил, «Потому что я уже слишком взрослая. Я так и не научилась творчески мыслить. И мне как-то неловко». Это похоже на то, что для того, чтобы научиться творчески мыслить, требуется много неудач. И еще это похоже на то, что когда вы проявляете творческий подход, вы бросаете краску на стену, и многие вещи терпят неудачу. Так что отчасти это похоже на терпимость к неудачам и унижениям. И это так или иначе легче развить, когда вы молоды. Да. Или вы будете упорствовать в этом, когда вы молоды. Все становится легче развиваться. Да, это правда. Когда вы молоды. Это правда. Да. И чем моложе, тем лучше. Это может погубить вас. Я имею в виду, что креативность — это темная сторона. Неудача может погубить вас, если вы не будете осторожны, но это риск, на который стоит пойти. Но кроме того, в молодом возрасте важно развивать терпимость к неудачам. Конечно. Я постоянно терплю неудачи. Я постоянно совершаю глупости. Например, на публике меня за это увольняют. Я совершаю всевозможные ошибки. Но я просто очень устойчива к ошибкам. И поэтому я делаю много вещей, которые другие люди не стали бы делать. И я думаю, что мое самое большое преимущество — это моя креативность. И я, например, думаю, что терпимость к боли и неудаче — это просто сверхважная вещь, которую следует учить прежде всего. Отличный совет. Да, да. Я бы хотел, чтобы все поощряли неудачи, а не наказывали за них. Да, мы наказываем за это. Мы говорим «нет», когда мы учим детей. Мы говорим «нет, это неправильно». Как это? Как будто Х продолжает. Как будто он будет вести себя неправильно. Как будто он будет говорить сумасшедшие вещи. Как будто Х продолжает говорить. «Машина с пузырями», «Машина с пузырями», «И я такая, и вы знаете, я такая». «Что такое пузырчатая машина?» «Мне это нравится, но мне это не нравится, но я не хочу быть такой». «Нет, вы ошибаетесь. Я такая». «Вы думаете о странном, сумасшедшем дерьме». Я понятия не имею, что такое машина-пузырь, но он создает миры, которые могут быть внутренне согласованными. И благодаря этому он может открыть что-то фундаментальное об этом мире. Да, или ему понравится переписывать песни, используя слова, которые он предпочитает. Поэтому вместо «бэйби-шарк» он говорит «бэйби-кар». Я не знаю, что заподозрил. Позвольте мне задать важный и нелепый вопрос. Мы как бы танцевали вокруг этого вопроса. Но как вы думаете, в чем смысл всего этого, что мы имеем здесь, человеческой цивилизации, жизни на Земле, да и вообще просто жизни? В чем смысл жизни Си? Вы уже читали на Ватсон Джеймса Лавлока? Вы даете здесь множество действительно хороших рекомендаций по книгам? Я еще не дочитала эту книгу до конца, так что я снова чувствую себя обманутой. Но в самом начале книги он говорит удивительную вещь. Мне кажется, что все вокруг такие грустные и циничные. Все говорят о парадоксе Ферми, и я постоянно слышу, как люди говорят, «Черт возьми, а что если мы останемся одни?» Типа «О, нет, ах». Типа «Ах, ах». И я такой, «Хорошо, но типа, подожди, а что если это только начало?» Например, в новоцене он говорит, что «Я думаю, что это будет неправильно, потому что я не умею запоминать цитаты». Но он говорит что-то вроде, «Что если наше сознание, например, прямо сейчас, как будто это пробуждение Вселенной? А что если вместо того, чтобы открывать Вселенную, эта Вселенная и есть Вселенная? Это эволюция самой буквальной Вселенной? Мы неотделимы от Вселенной. Это пробуждение Вселенной. Это Вселенная, которая впервые видит саму себя. Вот так и есть. Вселенная впервые обретает сознание, и мы являемся частью этого процесса. Да, потому что это похоже на то, что мы неотделимы от Вселенной. Это может стать невероятно священным моментом. И может быть, подобно социальным сетям и всем этим вещам, где мы все соединяемся друг с другом. Может быть, это нейроны, соединяющиеся между собой. О коллективном сверхразуме, то есть… Я просыпаюсь. Это, это, да. Как будто вы знаете, это похоже на то, что может быть вместо чего-то циничного, или может быть, если есть что-то, что нужно открыть. Как будто, может быть, это просто вы знаете, мы бластоцисты какого-то невероятного вида сознания или существа. И точно так же, как в первые три года жизни человеческих детей, мы забудем обо всех страданиях, через которые проходим сейчас. Я думаю, мы, вероятно, забудем об этом. Я имею в виду, что, вероятно, искусственный интеллект в конечном итоге сделает нас устаревшими. Я не думаю, что они сделают это злонамеренно. Но я думаю, что, вероятно, мы очень слабы, поскольку Солнце расширяется. Например, я не знаю, можно ли надеяться, что мы сможем добраться до Марса, но мы довольно уязвимы. И я, я думаю, что мы можем долгое время сосуществовать с искусственным интеллектом. И мы также, вероятно, можем сделать себя менее уязвимыми. Но вы знаете, я просто думаю, что сознание, чувствительность, самосознание. Я думаю, что это, возможно, величайший момент в истории эволюции. И, возможно, это и есть настоящее начало жизни. А мы всего лишь сине-зеленые водоросли, или вот так. Мы похожи на одноклеточные организмы чего-то удивительного. Вселенная пробуждается. Вот и все. Да. Что же, Си, ты невероятный человек. У тебя поразительный ум. Тебе определенно стоит заняться этим. Твоя подруга Лифф упомянула, что вы, ребята, подумывали о том, чтобы поговорить. Мне было бы очень приятно, если бы вы все больше и больше исследовали свой разум в такого рода среде, ведя с ней подкаст или просто любым другим способом. И так вы потрясающий человек. Для меня большая честь познакомиться с вами. Для меня большая честь посидеть с вами за одним столом поздно вечером, что просто нереально. И мне это действительно понравилось. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Да, нет, я имею в виду, это огромная честь для меня. Я чувствую, что недостаточно квалифицирована, чтобы быть здесь. Но я большая фанатка. Я много слушала подкаст. И да, мы с Лив были бы признательны за любой совет и помощь. И мы определенно собираемся это сделать, так что... Да, в любое время. Спасибо вам. Это круто, спасибо вам. Спасибо, что вы слушали наш разговор с Граймсом. Чтобы поддержать этот подкаст, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими спонсорами в описании. А теперь позвольте мне поделиться с вами несколькими словами Оскара Уайльда. Да, я мечтатель. Потому что мечтатель, это тот, кто может найти свой путь только при лунном свете. И ее наказание заключается в том, что она видит рассвет раньше всего остального мира. Спасибо вам за то, что вы слушали, и надеюсь увидеть вас в следующий раз. Продолжение следует...